И как меня видно, слышно. Сегодня у меня прям как ни странно, кошка рвется в бой вместе со мной вести вебинар. Чувствует, что, наверное, будет очень интересно. Поэтому я действительно призываю вас к активности, чтобы я понимала, что вам эта тема интересна, чтобы я понимала, что то, что я вам даю, действительно актуальная для вас информация. Ну и в силу того, что совсем скоро у нас будет старый Новый год и дальше крещение, я вам все-таки рекомендую послушать нашу сегодняшнюю встречу, так как я буду давать очень много важной и полезной информации, которая приблизит вас к вашей мечте. Итак, самое первое, что я бы хотела сказать, это почему же на самом деле предновогодний период настолько уникальный, почему он настолько волшебный. Ведь на самом деле далеко до Нового года, то есть где-то как минимум за месяц, недели за три, уже, скажем так, в пространстве витает вот эта вот такая волшебная особая энергия и зачастую она продолжается где-то в среднем до середины февраля. Почему до середины февраля, так как на самом-то деле по китайскому календарю зачастую все-таки вот этот Новый год, скажем, хозяин года, который наступает, ну в данном случае у нас он уже наступил, год собаки земляной, считается, что они как бы, да, то есть хозяин года вступает в права где-то вот в среднем к середине февраля. То есть там немножечко смещен, да, как бы встреча Нового года, и поэтому, скажем, те техники, те практики, которые я вам буду давать и вообще в принципе вот этот предновогодний, новогодний период, он длится в данном вот особенном 2018 году включительно до 16 февраля. Поэтому если вы что-то не успели перед Новым годом, если вы не успели там очиститься от негатива, да, избавиться от негативной кармы и так далее, у вас есть все, да, скажем так, удивительная возможность все-таки доделать то, что вы не успели и, конечно же, уже действительно полноценно в год земляной собаки войти без каких-либо отягощающих факторов. Сегодня, опять же, я хочу вам рассказать те важные ключевые моменты, которые влияют на исполнение ваших желаний, которые в любом случае так или иначе, да, сказываются на том, чтобы вы получили желаемое, насколько это быстро произойдет в вашей жизни. Естественно, это все индивидуально, но тем не менее, ключевые моменты – это вот именно на те, которые сегодня мы с вами разберем. Значит, первое, от чего зависит скорость исполнения ваших желаний? Самое первое – это, конечно же, цель и ваше намерение. Очень много людей совершают одну и ту же ошибку, когда просят что-то у Вселенной, да, вот по типу, там, хочу много денег, хочу, там, не знаю, там, больше денег, да, то есть, либо же, там, какую-то, там, работу достойную высокооплачиваемую и так далее. То есть, понятие денег очень абстрактное. На самом-то деле, деньги не должны быть целью нашей жизни, да, деньги – это лишь инструмент, деньги – это лишь ресурс, да, по сути, как бы свобода, да, то есть, тот ресурс, который позволяет нам быть свободными, позволяет нам заниматься тем, чем мы желаем, да, а не на то, а не тем, на что нам, так сказать, да, хватает наших, там, денежных средств и так далее. То есть, безусловно, деньги, конечно же, позволяют нам много всего приобрести, то, что касается с материальной точки зрения, но, опять же, да, то есть, большая, огромная ошибка тех, кто считает, что вот деньги – это прямо, ну, скажем так, предел мечтаний. Прямое подтверждение тому многие люди, которые действительно очень состоятельные, очень богатые миллионеры, миллиардеры, но которые при этом столкнулись с какими-то тяжелыми, тяжело, да, излечимыми заболеваниями, которые до конца своих дней так и не справились с ними. И именно вот это, да, собственно, отчасти и является тем, таким неким объяснением, что далеко не в деньгах счастья, да, когда их много, когда, еще раз повторюсь, они к вам приходят легко и с удовольствием, это прекрасно, но, скажем так, это далеко не каждому дано, и важно понимать для себя, что, еще раз повторяюсь, да, вот многие смеются, когда говорят следующее, да, что все мы, как бы, знаете, вот у нас у всех одна большая такая, да, главная цель нашей жизни. Сначала мы отдаем свои лучшие драгоценные годы, все свое здоровье на то, чтобы заработать много денег, а потом, когда мы их вроде как заработали в лет так 60-70, да, мы тратим все эти деньги на лечение, на лекарства и так далее. То есть вот так тоже быть не должно, то есть деньги должны к вам приходить комфортно и гармонично. Но опять же вернемся, да, к нашему первому пункту, то, что у вас должна быть все-таки какая-то цель. Вселенная всегда вам дает то, что вам необходимо, все то, что вам нужно, но при этом всем она не дает вам, да, когда вы загадываете какие-то неискренние желания, да, когда вы загадываете желания за других людей, когда вы загадываете желания, которые опять же не отражают ваших истинных потребностей, а являются лишь в большей степени, да, чем-то навязанным таким со стороны, извне, то есть нашими, возможно, родителями, возможно, какими-то нашими там друзьями, коллегами, да, мужьями там и так далее. То есть очень важно, вот, да, такой самый важный пункт, чтобы вы слышали себя, чтобы вы не просто слушали, да, а именно слышали, то есть чтобы вы слышали свою душу. Потому что на самом деле, если уж так разобраться, что такое наши желания, откуда они вообще в принципе берутся и почему важно все-таки их исполнять, это то, что наше желание – это разговор Бога, да, с нами через нашу душу. То есть по сути наше желание отчасти это некий такой навигатор, да, это некое такое божественное руководство в плане того, что, какие цели, какие задачи сейчас на данном этапе нашей жизни перед нами стоят, да, и какие, собственно говоря, действия с нашей стороны мы должны, ну, скажем так, предпринимать. И вот в детстве, к сожалению, когда нас все учат, там, да, там, не плачут, то люди на тебя будут там тыкать пальцем, там, не плачут, на тебя будут смеяться, не плачут, а то там, да, там, ну, там, условно говоря, там, тебя там будут читать там слабым, или ты там, если ты мальчик, то ты не должен плакать, это некрасиво, это недопустимо и так далее. Потом, конечно же, впоследствии это приводит к определенным проблемам в жизни, когда, опять же, да, мы вроде уже взрослые, сформировавшиеся личности, но при этом тыкаемся по этой жизни, как маленькие слепые котята. Все это происходит потому, что, опять же, в большей степени мы живем по какому-то шаблонному сценарию, который навязан всем нам системой, который навязан нам, да, всеми вот этими учителями, воспитателями, нашими, опять же, родителями, которые тоже жили, скажем так, не самое лучшее время, да, когда тоже, скажем так, было такое понятие, что деньги – это зло, богатым быть не обязательно, да, лучше быть гордым, но бедным и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, это все привело к определенным ограничениям в их жизни И, само собой, наше окружение, наши близкие, особенно наши родители, которые в какой-то степени в нашем детском возрасте являются для нашего авторитета, они не могут нам дать то, чего у них по сути нет. Может быть, каждый из них, безусловно, желает вам искреннего счастья, добра, изобилия, процветания. Но при этом всем, если они сами были лишены этого изобилия, если они были сами лишены того понимания, что вообще в принципе есть такое изобилие, понятное дело, что они не могут вам это передать. Они вас не могут научить финансовой грамотности, которой они сами не владеют. Они не могут вас научить любить себя, если они сами себя не любят. Они не могут научить вас слушать и слышать себя, если, опять же, социум везде вокруг как бы учит обратному. Точно так же, собственно, и вы, впоследствии, если вы не прорабатываете эти внутренние какие-то блоки и зажимы, если вы, опять же, не пытаетесь, так сказать, менять свою жизнь к лучшему, но только не поверхностно, как делают это многие, то есть проводя какие-то техники, практики бездумно, просто открывая интернет, скупая все поголовно вебинары, семинары, в которых обещают вам, так сказать, золотую пилюлю от всех ваших проблем и так далее. Я ни в коем случае не против подобных вебинаров, они тоже в какой-то степени нужны и поучительны. Но ключевой момент, что если вы все-таки хотите решить свою проблему окончательно и бесповоротно, то есть один раз и навсегда, просто потому что осознаете корень этой проблемы и просто потому что устраните этот корень. Да и в дальнейшем, естественно, эта ситуация не будет к вам возвращаться снова и снова, потому что зачастую все эти преграды, все эти препятствия в том или ином контексте и аспекте, в котором они проявляются в нашей жизни, в большей степени это задачи. То есть они становятся проблемами только тогда, когда мы придаем им излишнее значение, когда мы придаем им излишнюю важность и ценность нашей жизни. Когда же мы смотрим на это несколько по-философски, что это просто задача, и что это просто определенный этап нашей жизни, который обязательно рано или поздно пройдет. И наша задача посмотреть на это опять же глазами Бога, то есть через любовь. Не из страха, не из сомнений, не из-за того, что кто-то нас пытается свыше наказать, а просто из-за того, что если нам это дается, нам это дается по силам. Первостепенная задача, что мы должны для себя понять, это не почему там мир такой несправедливый, не почему нас там свыше кто-то наказывает, а просто для чего вам дана эта ситуация. Для чего эта ситуация, либо же встреча с тем или иным человеком, который безусловно вполне возможно может причинить вам какую-то боль, либо же уже причинил. То есть ваша задача разобраться не поверхностно, вот он такой гад-паразит, он меня обидел или он там сделал неплохо, а задать себе вопрос вот именно своей душе, что есть во мне такого, возможно это ваши мысли какие-то негативные, возможно это ваше отношение к самой себе. То есть может быть, если вы себя не любите, то естественно вселенная вам посылает зеркальных партнеров, которые вам лишь отражают вашу истинную сущность. То есть если вы внешне такой человек достаточно закрытый, скрытый, никогда особо не проявляйте своих эмоций, боитесь как-то их проявлять, боитесь вот этого некого осуждения, боитесь, что кто-то только лишь позлорадствует. Вот согласитесь, в детстве нас этому и учат, что мир опасен, что не показывай свои слезы, не рассказывай никому и так далее. И мы когда вырастаем, мы вырастаем с таким, скажем, пониманием того, что этот мир действительно куда ни глянь, куда ни плюнь, куда ни шагни, везде сплошные опасности. Естественно это все блокирует нашу анахату, и потом впоследствии даже если вдруг когда-нибудь нам действительно встречается какой-то добрый, светлый, открытый, искренний человек, мы в той или иной степени все равно как-то ему не доверяем, ждем от него какого-то подвоха. Либо же, если нам кто-то хочет помочь, мы сразу задаемся вопросом, что ему что-то от нас надо и так далее. То есть вот это вот все зачастую все-таки наши вот эти негативные, ограничивающие убеждения, которые тянутся с нашего детства. Но тем не менее, возвращаясь все-таки к нашему, скажем так, пункту, всем вот этим пунктам, которые я перечислила, важно еще раз повторюсь понять, что вы действительно хотите, то есть ваше желание является ли вашим истинным отражением, то есть истинным отражением тех ваших истинных пожеланий, побуждений, мотиваций, которые идут изнутри, то есть из вашей души, а не из вашей гордыни, а не из вашего ущемленного самолюбия, а не из-за вот этих вот каких-то там навязанных шаблонов, что все поголовно должны до 30 лет выйти замуж, родить детей, найти какую-то высокооплачиваемую работу, открыть свой бизнес, купить квартиру и так далее. Все абсолютно мы разные, у каждого из нас свои задачи, понимаете, у каждого из нас свои потребности, у каждого из нас свои ресурсы, свои таланты, потому что все мы сюда приходим безусловно за одним, эволюционировать, развиваться духовно, но при этом выходить для рамки чего-то шаблонного, чего-то привычного, чего-то известного, чего-то такого устоявшегося, но при этом всем это важно делать в комфортном для вас режиме, и это делать именно в том виде, да, с помощью тех определенных действий, практик, ну либо же каких-то, да, не обязательно там, эзотерических каких-то направлений, да, то есть имеется в виду там ритуалов, может быть, каких-то магических обрядов, не всегда это, то есть имеется в виду все мы с вами индивидуальны, еще раз повторюсь, у каждого из нас за плечами свой определенный опыт, да, определенная, скажем, атмосфера, в которой мы росли, в которой нас воспитывали, в которой нам, да, вот скажем так, как нам прибивали те или иные определенные человеческие качества, либо же наоборот игнорировали нас как личность, и поэтому постоянно нам там закрывали рот, постоянно за нас принимали какие-то решения и так далее. То есть это все так или иначе, верите вы в это, не верите, хотите вы это принимать или нет, но это действительно так. Это все наши проблемы, как и хорошие какие-то моменты, так и негативные, все идут родом из нашего детства, либо же из наших прошлых воплощений. Потому что если вы в прошлой жизни не отработали какие-то уроки, то есть не смогли возможно кого-то простить, либо отпустить какую-то боль, либо же возможно там, скажем так, наладить какие-то взаимоотношения на очень серьезных таких повышенных тонах, кем-то расстались, может там даже летели какие-то проклятия и так далее. Безусловно, вы значит не прошли какой-то урок, и следовательно этот урок переходит с вами в эту жизнь. Либо же если вы в прошлой жизни не проработали элементарное чувство вины, естественно это чувство вины осталось в вашей душе, оно никуда не денется, то есть оно не растворится само по себе. И поэтому это чувство вины переходит с вами в это воплощение. И понятное дело, что вы не можете помнить, где вы были в прошлой жизни, кем вы были, что вы там делали. Ну понятно, все вот эти погружения в прошлое воплощение, то есть возможно какие-то дополнительные инструменты, экстрасенсорные какие-то просмотры, может быть ясновидением, карты Таро, нумерологии и так далее. Отчасти они позволяют нам все-таки немножечко углубиться, и все-таки узнать, кто же там и кем, кто из нас был. Но зачастую все-таки далеко, во-первых, не всем можно погружаться вот в такие состояния. Это, во-первых, это небезопасно может быть. А во-вторых, даже если вы все-таки какие-то моменты ключевые узнали, опять же, не факт, что, скажем так, информацию считали верно, что вам ее верно растолковали. Поэтому, если, скажем, в вашей жизни что-то происходит не так, как вам бы хотелось, то есть есть какие-то, ну скажем, может быть, отсутствие денег, отсутствие хорошей работы, отсутствие партнера, проблемы со здоровьем. Но как таковых видимых причин нет, значит, скорее всего, причина, опять же, либо где-то на вашем подсознательном уровне, то есть может быть какая-то в детстве полученная травма, может быть, наоборот, недополученная, вот именно вот эта любовь, как бы забота и так далее, либо же даже вполне возможно из ваших прошлых воплощений. И на курсе, который стартовал 23 декабря, «Феерия волшебства», который называется, мы тоже это все разбирали, то есть мы разбирали все вот эти ваши ключевые какие-то внутренние, да, проблемы, внутренние какие-то ваши психологические, скажем так, барьеры, которые не позволяют вам, да, полюбить себя, принять себя, а следовательно и принять этот мир таковым, какой он есть. То есть не переделывать здесь никого и никогда, да, ни людей, ни ситуацию, то есть не пытаться там искать какую-то в этом мире несправедливость. Потому что, еще раз повторюсь, мы не вправе этого делать, то есть мы созданы по подобию Создателя, весь этот мир создан нашим Творцом, и он создан, понимаете, идеально, совершенно. И мы в силу того, что мы несколько все же, да, ограниченно рассуждаем, так как, опять-таки, далеко не каждый из нас настолько просветленный, да, чтобы смотреть на это все с высоты птичьего полета, все-таки в большей степени склонны немножечко, скажем так, знаете, необъективно, да, то есть, скажем, ну, воспринимать все то, что в нашей жизни происходит, либо с нами, либо по отношению, да, там, с другими какими-то людьми, с нашими близкими, либо просто с какими-то, да, людьми, которые находятся так или иначе в нашем пространстве. То есть понятие справедливости – это очень, опять же, абстрактное понятие. То есть да, возможно, в этой ситуации, в этой жизни это выглядит именно так. Ну, вполне возможно, что в прошлой жизни, да, вот тот человек, который в этой жизни подвергся какому-то насилию, да, может быть, там, его ограбили, там, может быть, как-то унизили, может быть, даже действительно, ну, там, скажем, нанесли ему какой-то страшный, там, физический урон, да, вполне возможно, что это просто кармическая распада. И этот человек, то есть душа, да, этого человека, которая воплотилась вот именно в этом теле, в этом воплощении, она в прошлой жизни сделала то же самое по отношению к другому человеку, понимаете? И да, когда мы на это смотрим несколько вот так вот просто поверхностно, да, понятное дело, что нам кажется, да, что это неправильно, это несправедливо, мы пытаемся как бы, да, то есть доказывать вот эту правоту, что это должно быть обязательно как бы быть там наказано и так далее. Но зачастую все-таки, еще раз повторюсь, если углубляться в ту или иную ситуацию, можно, конечно же, найти подтверждение того, что это лишь урок, это лишь определенный, да, этап вашего духовного роста и эволюции, не более того. То есть никто сюда не приходит никого наказывать, никто там сверху тоже не ставит себе за цель нас там как-то наказать, чего-то здесь лишить. Вселенная на самом деле изобильна, и это действительно так, и она всегда готова вам прийти на помощь. Но проблема в том, что далеко не каждый готов принять эту помощь, далеко не каждый даже в состоянии попросить об этой помощи, потому что опять же, да, вот родом из вот этого детства, когда мы там кого-то попросили о какой-то помощи, ну, либо же даже просто элементарно родители, да, что-то нам купить, какую-то игрушку, и родители в силу того, что возможно, ну, может быть, то мама была уставшая, либо мама была очень чем-то расстроенная, либо у мамы действительно не было возможности вам это купить, и, да, вот от некой такой своей вот этой беспомощности, да, может быть, в какой-то степени тоже, да, вот разочарование, непонимание, почему вот мир такой несправедливый, да, что всем все, другим ничего, она, естественно, да, как бы, скажем так, стала вымещать вот эту злобу невольно, безусловно, на вас, и начала говорить вам о том, что она не может это позволить, то есть это очень дорого, у нее нет на это денег, у нее нет вообще на это и времени, и желаний, и вообще, в принципе, вы что-то нереальное просите, ну, и как бы, да, и вы там неблагодарны, и так далее, и так далее, не можете там понять о том, что ей там и так тяжело, ну, вот как-то так, знаете, то есть возможно это было вот именно в какой-то такой форме, да, и, естественно, у вас, как у маленького ребенка, да, который открытый, естественно, да, потому что все мы сюда приходим с вами на энергии, безусловно, любви, все мы с вами открыты, все мы с вами готовы познавать этот мир, готовы познавать всех тех людей, с которыми мы так или иначе взаимодействуем, но, опять же, определенного рода вот это воспитание, определенные социальные вот эти рамки, устои, накладывают, к сожалению, свой негативный вот этот момент, и, естественно, впоследствии, когда мы уже, скажем, уже даже в школе учимся, да, где, опять же, нас там как-то принижают, унижают, могут поднять, например, себе там учительница может позволить себе поднять при всем классе, да, там, отсчитать ребенка, как-то его пристыдить, сказать, ну, как бы, да, там, опозорить его и так далее, и это, конечно же, безусловно, так или иначе формируют определенные блоки, зажимы, травмы, да, какого-то из ребенка, да, какого-то, ну, кого-то из детей, да, это подстегнет, наоборот, как бы доказать этой там Раисе Ивановне, что он чего-то в этом мире стоит и так далее, и благодаря только вот этой вот Раисе Ивановне, да, которая опозорила его там чуть ли не на весь там, да, там, классы, а может быть даже и школу на уровне педсовета. Может быть, да, это будет мотивация, но остальные 95% зачастую все-таки замкнутся в себе, будут считать себя какими-то убогими, какими-то неполноценными, какими-то не такими, какими они должны быть, а значит, собственно говоря, что-то с ними не так. Это уже отчасти запускается программа вот этого непринятия и самоуничтожения. Когда мы, например, провинились, и нас кто-то в очень жесткой форме наругал, сказал, что как ты там мог так поступить, да, ты там допустил ошибку, я тебя предупреждала, ты как бы проигнорировал мое предупреждение. То есть, по сути, опять же, мы начинаем на этой почве испытывать чувство вины, и опять же, мы начинаем себя ругать, как я мог действительно, как я мог так отступиться, как я мог так вот, да, скажем, пренебречь вот этими такими-то, так сказать, знаками судьбы, вселенной, или что к чему это приводит? К тому, что мы запрещаем себе по сути жить, потому что все мы живем, понимаете, мы живем и учимся на ошибках. Это только, знаете, можно так вот, ну, опять же, в сказках, да, где-то встретить все, что вот так вот там все прекрасно, замечательно, радостно. Зачастую все же каждый из нас сюда приходит, и каждый набивает какие-то свои шишки, каждый совершает какие-то ошибки, да, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но тем не менее, нету такого человека, который никогда в жизни не ошибался. Поэтому ваша задача первостепенно понять для себя, что вы человек, вы не Господь Бог, да, хоть мы и созданы по подобию Создателя, но каждый из нас первостепенно все-таки, да, человек, который, опять же, в силу определенного воспитания, в силу определенного, ну, скажем так, отношения к нам со стороны наших родителей, социума, да, тех людей, которые в той или иной степени являются для нас авторитетом, да, и в силу того, что нам все-таки перекрывают определенную, да, информацию, которая у нас, скажем, ну, открыта для нашей души, по сути, да, то есть для наших вот этих внутренних каких-то состояний, но именно мы этого на уровне нашего разума и сознания лишены, естественно, мы не можем знать, где соломку подстелить, да, точнее сказать так, не всегда мы это знаем, зачастую, конечно, если вы все-таки прикладываете усилия к тому, чтобы развиваться для того, чтобы познавать себя, познавать этот мир, понятно дело, что так или иначе мы к этому приходим. Кто-то это делает с помощью карта Ро, кто-то это делает с помощью Рун, кто-то это делает с помощью нумерологии, астрологии, там и так далее, то есть зачастую все-таки это что-то, да, такое, как бы какой-то инструмент, который позволяет вам взаимодействовать с тонким планом, считывать с него определенного, да, определенного рода информацию, которая позволяет вам, опять же, как я сказала, да, подстелить соломки там, где это необходимо. Но те люди, которые, ну, скажем так, только на первоначальном этапе своего развития, да, то есть может быть совершенно далекие от этого, может быть, опять же, просто не верят в это все, да, то есть отрицают это, не принимают это, считают, что все там маги, колдуны, это просто какие-то шарлатаны, и это вообще какие-то невменяемые люди не в себе, которые верят в то, что какие-то порчи, отвороты, привороты существуют и так далее. И понятно, да, тогда у них как-то это происходит немножко по-другому, на каких-то более жизненных, более земных ситуациях. Но тем не менее это тоже происходит. То есть в любом случае они учатся слушать и слышать себя, то есть свою интуицию, свое вот это внутреннее чутье, с чем у многих, конечно, надо сказать, очень серьезные проблемы. Так как опять же в детстве учат нас всех, там, закрой рот, не плачь, не показывай, не рассказывай и так далее. И потом, конечно, проводят всякие разного рода тренинги, да, там семинары, вебинары, раскройте свою силу, раскройте свой потенциал и так далее. То есть все думают, что зачастую мы как-то его где-то извне берем. На самом деле это есть все в нас. И по большому счету, если вы позволите себе, да, скажем так, раскрыться, то есть если вы не побоитесь, как минимум даже сделаете просто элементарный запрос во Вселенную, к Господу Богу, к Творцу, как вам больше нравится, да, может быть там просто абстрактно, да, к миру, чтобы вам помогли высшие силы, ваши духовные хранители и наставники, да, осознать свое истинное предназначение, осознать свою истинную миссию на планете Земля, да, по сути, ту первостепенную цель, ради которой вы сюда пришли. Понятное дело, что у всех она у нас одинакова, то есть прийти к себе, прийти к Богу, прийти к пониманию тому, что пониманию того, что все мы дети Создателя, что все мы Созданы по его подобию, что все мы бессмертные души, и все вот эти наши, так сказать, да, наши тела, в которых мы сюда воплощаемся, не единожды, это лишь просто наши, понимаете, определенного рода такие костюмчики, скажем так, да, определенные роли, которые мы играем в большом таком театре, да, под названием жизнь, вот и все. То есть когда вы настолько вот будете к этому проще относиться, да, то есть не так вот, как будто вы живете один раз, если в вашей жизни, да, вот именно в текущем воплощении все прям было так страшно, печально, вы там страдали, мучились, а кто-то на ваших глазах только радовался и получал удовольствие, либо же кто-то вас обидел, и опять же вы не дождались вот этого часа возмездия, да, что этого человека наказали, это, конечно же, не говорит о том, что этот человек, да, то есть эта душа никогда не понесет наказание. То есть, еще раз повторюсь, во Вселенной все справедливо, всегда, не бывает исключений, исключения бывают только в том случае, если человек совершил какой-то, ну, мега такой значимый, да, добрый светлый какой-то бескорыстный поступок, да, и тогда, да, может быть в какой-то степени вот это одно доброе дело перекроет 10 плохих, да, то есть как бы хорошая карма, наработанная, опять же, скажем так, непроизвольно, да, вот в какой-то ситуации, где действительно человек проявил там чуть ли не героизм, да, тогда, да, это в какой-то степени может обнулить какие-то определенные кармические уроки, да, жесткие там может быть там смертельную опасность какую-то и так далее, Но в большей степени это исключение, то есть зачастую все-таки такие качества как бы редко кто проявляет, поэтому все-таки в полной мере все мы все это пожинаем, что посеяли, то, как говорится, нам так сказать и прилетает. Поэтому когда в вашей жизни что-то не так, задаем себе вопрос, что я сделал, для чего мне дана эта ситуация, то есть что во мне не так, то есть что я в этот мир транслирую такое, что этот мир мне вот такой вот негативной ситуации взамен как бы в ответ отвечает. Потому что мир на самом деле, он не считывает по сути ваши слова и внешнее поведение, да, те роли, те маски, которые мы зачастую на себя одеваем. Даже принято считать, что высшие силы, они не слышат наших просьб как таковых, они считывают наши просьбы и желания на уровне нашей души, то есть вот наши эмоции, наше состояние, наше вот именно то, как бы, да, вот намерение, которое мы вольно-невольно посылаем, а не именно те фразы, да, вот те слова, которые мы там произносим. Безусловно, слова это тоже определенного рода вибрации, которые так или иначе оказывают влияние на нашу жизнь, но именно при взаимодействии с высшими силами, по крайней мере раньше так вот было, да, что вот они в большей степени считывали именно наше внутреннее вот это эмоциональное состояние, душевное. Даже почему, к чему, как бы, да, вот почему, откуда такие выводы, потому что зачастую, когда, да, вот много раз было такое, пример вот из моих там клиентов и учеников, когда, знаете, вот все, да, в округе рассказывают о том, что непрощение это так плохо, обида это так страшно, это так неправильно, или там зависть, например, там, да, ну, то есть какие-то такие негативные качества, которые зачастую все-таки вызывают некое такое осуждение, да, у социума, и, конечно же, естественно, так как мы привыкли меряться, да, то есть привыкли себя оценивать, не исходя из своих истинных, действительно, да, вот как бы своих там талантов, ресурсов, там, достоинств, каких-то положительных качеств, а исходя только из тех ярлыков и из тех оценок, которые на нас вешают извне. И зачастую это приводит к тому, что, да, опять же, мы зависимы от мнений окружающих, и когда нам это окружающее, да, вот эти вешают, опять же, какие-то нам оценки, что ты там типа плохой там специалист, или ты там некрасивая, или ты там толстая, или ты там еще какая-то не такая, естественно, мы принимаем это, как, знаете, за истину в последней инстанции. А кто вообще, по сути, эти люди, которые, да, вот вешают вам вот эти ярлыки, они что, ну, как бы, да, Господь Бог, собственная персона, или что, почему вот, даже, не важно, опять же, да, кто они там по статусу, там, да, какого статуса они достигли, сколько им лет, какой у них там за плечами жизненный опыт. Поверьте, бывает такой человек, да, мудрый, не по годам, или в лет 14-16, а бывает смотришь на 40-летнего мужчину, там, или же женщину, да, и ты понимаешь, что она, ну, судя по всему, где-то лет так в 15 остановилась на своем, да, духовном развитии, и как бы, собственно, вот так вот это все до сих пор продолжается. Поэтому у вас никогда не должно волновать, да, вот именно какие-то такие, опять же, вот эти регалии, да, которые, ну, так или иначе, все-таки в большей степени материального аспекта, да, то есть подчеркивают их какую-то ценность и важность. Ну, либо же зачастую, да, мы все-таки придаем излишнее значение, понятное дело, нашим родителям, нашим, там, любимым людям, там, да, нашим подругам, то есть которые в большей степени знают о нас многое, и поэтому, естественно, мы считаем, что они нас знают лучше, чем мы сами себя. И в какой-то степени это да, это именно так, потому что когда нам с детства, опять же, да, закрывали рот, лишали нас возможности проявлять себя так, как мы этого хотим, так, как мы это можем, так, как мы это чувствуем, да, а не так, как это угодно и удобно другим. И поэтому впоследствии, конечно, как я уже сказала, это приводит к тому, что мы считаем, что те наши какие-то внутренние эмоции, побуждения и желания, да, они какие-то неправильные. То есть если их кто-то не поддерживает из нашего окружения, да, то это 100%, как многие считают, типа, не судьба там, да, и так далее. На самом деле, что такое есть судьба? Судьба – это есть некий такой сценарий, да, но, опять же, не кем-то там прописанный свыше, там, против вас и против вашей воли. Ваша судьба – это, по сути, действительно, вот, есть такое выражение, да, мы все творцы своей судьбы. Это действительно так. Не многие могут на этот счет поспорить, но я могу взаимно поспорить, да, точно так же. Потому что я человек, который точно так же в свое время когда-то, да, равнялась, там, типа, ну, наверное, не судьба, там, да, ну, вот как-то раз не получилось, раз не срослось, раз там не получилось, там, какая-то встреча, там, да, либо же там не получилось достигнуть желаемого и так далее. Но впоследствии, когда я начала, да, более, скажем так, углубленно в это все погружаться, я пришла к выводу тому, что, да, что же все-таки, да, на самом деле такое судьба. Все мы с вами души, еще раз повторюсь, живущие, ни одно воплощение. И каждый из нас сюда приходит за одной первостепенной целью – развиваться, не деградировать, не стоять на одном месте, не найти вот эту зону комфорта, да, так сказать, вот этот рай на планете Земля и остановиться, да, в своем развитии. То есть, например, там, стать богатым, чтобы не работать или выйти замуж, да, чтобы, наконец-то, уже перестать, там, не знаю, там, делать себе, там, какие-то пластические операции, там, или же, там, перестать, там, себя считать какой-то убогой, потому что в вашей жизни нету, там, семьи, там, либо же мужчины, да, и вы при этом, опять же, чувствуете себя какой-то неполноценной и так далее. То есть не для вот этого, да, а именно для того, когда вы сюда приходите, все-таки, еще раз повторяюсь, прийти к себе истинным, ни к тем ограничениям, ни к тем рамкам, которые вам навязали, да, и к вашим каким-то ложным ценностям и желаниям, потому что зачастую вы проживаете, там, 40, 50, 60 лет своей жизни, оглядываетесь, да, и не понимаете, а, собственно говоря, что я вообще в этом мире сделал, что я после себя оставил, ну, понятно, дети, семья, там, это хорошо, конечно, что помимо этого, что еще, что вы сами получили в этой жизни, то есть занимались ли вы любимым делом, получали ли вы удовольствие, жили ли вы-то на самом деле, или вы просто выживали, или вы просто постоянно циклились на прошлом и постоянно зависали там, и, по сути, да, жили там, где то, что уже невозможно изменить, или же наоборот, опять же, да, питали какие-то ложные иллюзии, надежды на то, что завтра будет лучше, чем сегодня, да, и поэтому, опять же, настолько сильно устремлялись в будущее, что при этом, по сути, бездействовали в настоящем, а ведь наше будущее – это наше сегодня, понимаете, то есть это то, что мы думаем, испытываем, да, то есть принимаем какие-то определенные действия, решения и, естественно, наше эмоциональное состояние именно сегодня, то есть мы не можем завтрашнее будущее создать без сегодняшнего дня, а зачастую, опять же, то есть мы идем там к гадалке, да, когда все в жизни плохо, нам гадалка говорит там о том, что там, ну, там, торолог, нумеролог, неважно, да, специалист нам говорит о том, что слушай, там, свет, там, завтра, там, ну, как бы, да, ты там еще потерпи, где-то там через годик-полтора, все у тебя там выровняется, все наладится и все, человеку, в принципе, больше им не надо, понимаете, он, опять же, почему, что здесь срабатывает, во-первых, то, что это извне, понимаете, то есть это не просто вроде как его там какие-то фантазии, которые он себе там боится озвучивать, да, то есть может там, как бы, да, притянуть за уши, да нет, это, наверное, просто мои желания, да нет, наверное, я просто желаемое принимаю за действительное, а когда это вот действительно именно извне сказано, да еще и кем, специалистам, которые там общаются с высшими силами, которые там владеют какими-то магическими, способностями, понимаете, то есть в какой-то степени срабатывает, да, такой щелчок, что это, как бы, ну, опять же, как авторитет для нас, да, то есть это его, как бы, мнение истина в последней инстанции, и вот как он сказал, так тому, собственно, и быть, но на самом деле этот человек просто является проводником, и он считывает информацию, да, вот, которая даже в вашем будущем, вашего будущего, только исходя из вашего настоящего, то есть если, например, вселенная, да, высшие силы видят о том, что вы действительно на сегодняшний момент очень много прикладываете сил, очень много вкладываете времени, энергии, там, ресурсов, да, там, денег и так далее в свое развитие, да, то есть то, чтобы, опять же, не быть как все, не быть вот это, да, так как запрограммированное стадо, а все-таки быть осознанным человеком, быть именно осознанной личностью, да, то есть прийти к пониманию того, что, еще раз повторяюсь, мы не есть просто, да, люди, которые сюда пришли один раз, и поэтому в этой жизни надо все попробовать, и этот мир несправедлив, и этот мир жесток, и все нас там постоянно кто-то за какую-то карму наказывают и так далее. Карма – это есть причинно-следственная связь. То есть, по сути, карма – это следствие вашего выбора. И эта карма бывает как хорошей, как положительной, так и негативной. Карма – это не есть что-то такое прям ужасное, плохое, с чем нужно бороться, что нужно убирать, что нужно очищать и так далее. Да, если это какая-то негативная карма, безусловно. Но опять же, помним, что когда мы начинаем как-то вынуждать себя, то есть, как бы начинаем с какой-то частью себя бороться, не принимать себя, осуждать, как мы так могли поступить и так далее, мы опять же запускаем еще худшие, еще более серьезные процессы, чем вот эта карма, которая на нас влияет. Мы запускаем программы самоуничтожения, самонаказания, которые по умолчанию, вот это внутреннее наше самобичевание, самоедство, нелюбовь к себе, непринятие себя запускаем и транслируем в пространство. А значит, пространство это все приумножает, и нам это возвращает с огромной силой обратно. И мы потом, опять же, внутренне, не любя себя, чувствуя себя постоянно, что мы там кому-то что-то должны, что мы постоянно кому-то что-то обязаны. Внутренне, мы-то внешне вроде как это не говорим никому, никем никак это не проявляем. И поэтому, когда мы видим это где-то, скажем так, во внешнем проявлении, то есть, когда в нашу жизнь притягиваются люди, которые нас не ценят, которые нас не уважают, которые действительно относятся к нам, как, знаете, ну как будто мы действительно чем-то обязаны и должны вообще чуть ли не по гроб жизни. И мы потом, да, вот делаем для этих людей что-то, и тут же сами себе задаем вопрос, да, почему же такая в жизни несправедливость, почему же это люди такие неблагодарные, почему вот они относятся ко мне, да, вот как, не знаю, ну к какому-то мусору, да, как будто я действительно прям чуть ли не там, ну, да, вот обязана реально. Вот, и откуда это все растет? От того, что внутри вас есть вот это внутреннее состояние должника, от того, что есть у вас вот это внутреннее состояние чувства вины. Вы можете этого не осознавать, зачастую большую часть людей, которые, да, вот опять же, проблема практически 80%, я вот жила для своих детей, я жила для своего мужа, я жила для своих подруг, я жила для всех, да, но только не для себя, то есть я всем всегда помогала, я жертвовала, снимала там последнюю рубашку, там, да, там спасала, помогала, защищала и так далее, и так далее, и так далее. Почему же, да, мир мне не ответил взаимностью? Ведь я же такая добрая, ведь я же такая хорошая, ведь я совсем, да, с открытым сердцем. Вот поставьте плюсики, у кого такое было, что когда вы действительно вот именно прям себе вот так вот, да, вот, как говорится, как маленький ребенок, да, которому надо до такой степени, до глубины души обидно, что ну ведь я же сделала все от меня возможно, да, я же пыталась быть хорошей, я же пыталась всем угождать, я же пыталась соответствовать каким-то вот этим рамкам общепринятым, да, что там быть хорошей женой, там, прекрасной мамой, там, замечательной, там, дочерью, там, да, там, хорошим специалистом в своей области, а в итоге взамен вообще не получила ничего, да, сплошные упреки, какие-то критики, претензии и так далее. Вот это вот все говорит о том, что на самом деле внутри себя вы себя не любите, вы себя не принимаете, и именно это состояние вы и транслируете. А значит для того, чтобы вселенной показать вам, что вы себя не любите, ей нужно в вашей жизни что-то сделать такое, чтобы вы не смогли это проигнорировать, понимаете, то есть если, например, образно говоря, вы идете по улице, и какой-то вообще там, ну просто, вообще совершенно вам незнакомый человек скажет вам какую-то гадость, да, ну как-то вас там обидит, оскорбит, вы пропустите это мимо ушей, то есть для вас это будет, знаете, как само собой разумеюще, да ладно, там, типа, подумаешь, там, кто-то такой, там, да, типа, Вася, там, иди там вообще, тебя никто не спрашивает, все. Ведь мы зачастую именно так и реагируем, а когда нам скажет наш муж, а когда нам скажет наш ребенок, а когда нам скажут наши родители, мы это воспринимаем до такой степени, да, что как будто это действительно чуть ли не сам Господь Бог спустился нам, да, вот и такой приговор нам какой-то, да, там поставил какую-то оценку свою негативную, и мы в это верим, мы начинаем, опять же, искать в себе какой-то негатив, какие-то комплексы, что с нами не так, начинаем себя выворачивать, начинаем с собой там какими-то комплексами внутри себя бороться, А когда мы с чем-то внутри себя боремся, опять же, мы по сути себя не принимаем. То есть вы не принимаете себя как личность, как совершенную вот эту душу, созданную по подобию создателя. Мы, знаете, превращаемся в вот эту, начинается вот эта бесконечная погоня, да, еще раз повторяю, всем нравится, всем угождать, быть прекрасной, быть замечательной, быть такой доброй, никогда не испытывать никакие эмоции типа того, что там какой-то злости, агрессии, там ревности, там гнева, там зависти и так далее. Но ведь у всех этих чувств есть какие-то первопричины, ведь они же не берутся просто из пальца, из ниоткуда. Возьмем даже то же самое элементарное чувство ревности и зависти. Откуда берется вообще на самом деле, что это в принципе, за какие эмоции, чувства? Зачастую это берется опять же с детства, когда нас кто-то, либо наши родители, либо учителя, да, по своей неопытности, глупости, может быть, в какой-то степени, да, неосторожно, имели неосторожность нас с кем-то сравнить. То есть поставили нас в одну, как-то так сказать, да, на одной линии, там, с каким-то другим человеком, там, с какой-то вашей подружкой, с какой-то вашей там одноклассницей, либо там с вашим братом, с вашей сестрой, там, или с вашей там соседской какой-то девочкой, там, да, с вашего там соседнего двора. И, например, вот, да, там, ну, образно, там, либо папа, либо мама сказала, вот, смотри, там, Ванька, там, какой молодец, умничка, и там, одни пятерки домой приносит, и маме помогает, и вот такой прям замечательный, и хорошее поведение. А ты там, Вася, да, там, руки у тебя не оттуда растут, и ты там неплохо учишься, и сплошные двойки, и постоянные вот эти там вызывают на пиццоветы, ты меня там позоришь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Все, у этого ребенка, естественно, моментально захлопнется эта анахата, да, постоянно появится куча вот этих комплексов, зажимов, что он не такой, как, понимаете, что он не такой, как все, что он не такой, как должен быть, понимаете, а мы никому вообще здесь, в принципе, никому ничего не должны. Мы сюда приходим пройти свой какой-то жизненный опыт, понимаете, не угождать кому-то, потому что если мы пытаемся жить для других, мы, по сути, не живем свою жизнь, мы живем чужую жизнь, мы живем те сценарии, которые нам как раз-таки диктуют окружение. Не вселенная, не Господь Бог, потому что они как раз-таки, в отличие от нашего окружения, всегда нас любят, безусловно, любовью, всегда нас принимают, несмотря ни на что, я бы даже сказала, вопреки всему. А вот наше окружение, которое лишено любви, которое точно так же себя не любит, не ценит, не уважает, которое не научили, да, вот этому принятию, благодарности, может быть, там, честности какой-то, порядочности, они, естественно, через свою призму восприятия, да, то есть через свое вот это внутреннее, по сути, отношение к самим себе, они это транслируют по отношению к другим людям. То есть если вы себя, опять же, не любите, велика вероятность того, что в большей степени ваша любовь по отношению к другим людям, она будет какая-то зависимая. То есть это не будет вот именно та безусловная любовь, где вы будете просто вот так вот от чистого сердца отдавать, даже на подсознательном, каком-то очень-очень-очень глубинном уровне, да, отдавать это, не ожидая ничего взамен. Понятное дело, что если это ваш там близкий человек, любимый человек, ваш ребенок, вы не будете от него ожидать какие-то деньги, да, хотя иногда такое тоже бывает. Зачастую, ну, там, имеется в виду какие-то подарки, да, то есть какие-то материальные какие-то подтверждения, там, того, что вас там ценят, любят и так далее. Зачастую это какое-то доброе слово, это какое-то, понимаете, какое-то одобрение, да, какой-то, опять же, там, не знаю, там, какой-то комплимент, ну, то есть что-то такое-то, что мы сами себе не можем дать. И зачастую, опять же, мы настолько в этом ущемлены, мы настолько в этом испытываем вот этот недостаток и дефицит, что мы готовы перед другими людьми ложиться просто костями, да, а нас вытирают ноги, нас ни во что не ставят, а мы все равно идем, прощаем, терпим. И опять же, да, вот Бог терпел и нам велел. Ну, опять же, это все ложно, ничего мы здесь никому не должны, уж тем более терпеть. Когда женщине, например, мужчина, да, что я вообще, вот, опять же, есть такое вот принятие, да, многие тоже подменяют вот эти понятия, принятие, прощение и так далее. Когда мы кого-либо прощаем, это не значит, что мы с этого человека снимаем какую-либо ответственность за его поступок. То, что делают по отношению к вам люди окружающие, да, из вашего пространства, это их карма, понимаете. А вот то, как вы на это реагируете, это ваша карма. И, естественно, реагировать, то есть испытывать какие-то эмоции вы имеете полное право. Вы живой человек, вы не робот, понимаете. Вы не какая-то там запрограммированная машина, которая понимает, что вот это плохо, и вот она поэтому работает только вот так, как будет хорошо. Вы живой человек, у вас есть какие-то внутренние свои чувства, ожидания, потребности, в конце концов. И если кто-то что-то когда-то вам там, да, там, где-то там не уделил внимания, не додал вам этой любви и так далее, естественно, ну, внешний мир не может понимать ваших внутренних вот этих травм, вот этой вашей внутренней боли. Как кто-то из вне может ставить вам какую-то оценку, вешать на вас какие-то ярлыки, если они вас совершенно не знают. Не то, не знают, которое вы как бы внешне проявляетесь, а вот именно ваше внутреннее нутро, понимаете. Ведь в каждом из нас, я уверена, очень добрые и светлые люди живут, потому что зачастую мы такими сюда и приходим. Но вот эта вот жесткая, вот эта озлобленность нашего социума, вот это безразличие, вот это, понимаете, постоянно критика, постоянно какие-то претензии, постоянно, опять же, там, ты там должен, ты обязан, то есть постоянные вот эти вот ярлыки и ограничения нас приводят к тому, что мы действительно, по сути, находимся в какой-то клетке, как загнанные какие-то звери. Куда ни плюнь, куда ни шагни, что ни сделай, постоянно какие-то упреки, претензии, недовольства собой и так далее. А опять же, все из внешнего, по сути, то есть все то, что вы видите вокруг себя во внешнем мире, Это есть ваше внутреннее состояние, поэтому, пожалуйста, этот момент не игнорируйте, всегда заглядывайте вглубь себя, все эти ответы, которые вам нужны, есть внутри вас. Не нужно каждый раз по каждому запросу-вопросу ходить к какому-то консультанту, всегда задавайте вопрос себе, своей душе. И даже если у вас первого раза не получится, это не значит, что у вас не получится этого сделать никогда. Всегда, когда вы делаете запрос, вы по сути вселенной развязываете руки, потому что ваш запрос, когда вы просите о помощи, это ваша истинная свобода воли, истинный ваш выбор. И поэтому вселенная может, точнее сказать бы, даже имеет полное право вмешаться в вашу ситуацию, в вашу судьбу и как-то сгармонизировать ее, как-то, скажем, скоординировать ваши будущие действия и так далее. Когда же мы сидим, просто мучаемся, страдаем и задаемся одним таким философским вопросом, господи, за что же мне такие страдания, ну, по сути, это опять же путь в никуда. Потому что да, даже если вам придут какие-то инсайты, далеко не все из вас их поймут. А вот когда вы спрашиваете, дорогой создатель, да, либо же опять же, там, мир, вселенная, как вам больше нравится, то есть подскажи мне, пожалуйста, помоги мне осознать, для чего мне дана эта ситуация, помоги мне посмотреть на этого человека твоими глазами, то есть глазами безусловной любви, не из страха, не из боли, не из вот этого состояния дефицита, да, не из вот этой вот гордыни, которая у многих тоже проявлена чересчур, как бы, да, чувство собственной важности, там, и так далее. А вот именно из состояния любви, потому что у нас, в нашей жизни в большей степени есть два основных состояния, это состояние страха и состояние любви. Вот звонит вам какой-то человек, да, который вас там обманул и предал, и вы можете, конечно же, взять трубочку и сказать ему, ты там, гад, там, паразит, меня там обманул, там, предал или что-то в этом роде, больше мне никогда не звони, все. Да, как бы нагрубить ему, как-то нахамить, ну, либо же как-то жестко с ним оборвать все отношения, да, и опять же обижаться внутри себя, корить себя, заниматься самоедством, то есть как вы могли так ошибиться, как вы могли такого подлого, гадкого человека подпустить к себе так близко, да, вот как вы могли не рассмотреть в нем вот такого, ну, как бы, опять же, да, то есть какого-то гнусного человека и так далее. Это опять же путь в никуда, вот это сплошное самоедство, ваше самоедство пожирает вашу собственную энергию, то есть ваш ресурс, благодаря которому, собственно, вашу жизнь и может приходить какие-то, какое-то изобилие, счастье, здоровье, счастливая личная семейная жизнь, деньги, какие-то духовные, материальные блага в любом их виде и проявлении. Если же вы сами себя постоянно изнутри кушаете, это не просто рано или поздно приведет к заболеванию, это приводит к потере энергии, к потере ресурса, что впоследствии приводит к разного рода проблемам в вашей жизни, к потере здоровья, к потере денег, к потере, например, какие-то конкретные ситуации в ваших личных семейных взаимоотношениях, ваших взаимоотношениях с вашими детьми, ваших взаимоотношениях с социумом. Потому что когда вы по сути себя кушаете сами изнутри, вы по сути занимаетесь тем же самым, тем, что делают люди извне, которые являются энергетическими вампирами. Вы по сути просто сами изнутри отнимаете, то есть иссушаете свой потенциал. А ведь мы живем в мире из энергии, все в нашем мире состоит из энергии и даже мы состоим с вами из энергии. Если у вас недостаточно вот этого потенциала энергетического, если у вас нету энергии, если у вас нету ресурса, то в вашей жизни чего-то постоянно будет не хватать. У кого-то денег, как я сказала, у кого-то здоровья, у кого-то любви, у кого-то еще чего-то, понимаете, у кого-то вдохновения, мотивации, силы, жизненной энергии, даже просто, чтобы утром просыпаться, да и не чувствовать себя там каким-то 100-летним бабушкой или дедушкой. Это все зависит от количества энергии в вас, понимаете, и это количество энергии так или иначе сказывается именно, то есть оно, ну скажем так, на него влияет много факторов, да, там и ваша карма, безусловно, да, которая так или иначе тоже вам определенные потоки перекрывает, и ваше воспитание, и ваше взаимоотношение по отношению к самим себе, и ваше взаимоотношение с окружением вашим. И, например, бывшие половые партнеры, да, зачастую на протяжении 7 лет, да, вы, это касается женщин, на протяжении 7 лет женщины отдают свою энергию всем своим бывшим мужчинам, да, то есть тем половым партнерам, с которыми они хотя бы раз состояли в сексуальной связи. Это длится на протяжении 7 лет. Представьте, если у вас было как минимум хотя бы там 5-10 половых партнеров, скольким мужчинам вы постоянно вот так на бессознательном, безусловно, для себя уровне отдаете свой ресурс. Причем отдаете не только им, но, естественно, и тем их последующим пассиям, с которыми они там как-то встречаются, взаимодействуют и так далее. То, что касается мужчин, мужчины в этом плане берут одну шестую негативной кармы от каждой женщины, с которой они вступали в половую связь. Поэтому мужчинам тоже не особо повезло, да, то есть не на много им повезло в связи, да, вот по отношению как вот женщинам, но тем не менее, женщины, конечно, очень сильно теряют энергию. Почему вот на востоке женщинам не разрешают работать? Потому что любая работа, да, вот любой вот этот, как бы любое какое-то подчинение женщины, где ее заставляют, где ее вынуждают, где она что-то делает не из удовольствия, да, не из вот этого состояния наполненности и готовности искреннего внутреннего состояния отдавать, да, и делать то, что ей нравится, делать то, что ей доставляет удовольствие, делать то и так, как она это хочет, как она это чувствует, понимаете, а не так, как ей там кто-то свыше, стоящий над ней, указывает, диктует и так далее, и так далее, и так далее. Любой стресс для женщины, с чем бы он ни был связан, какая-то нестабильность в семье, нехватка денег в семье, даже просто, как говорит Руслан Нарушевич, игра в карты, это тоже приводит к потере энергии. Любой стресс, еще раз повторюсь, для женщины это моментальный отток по Сватхистане. А наша Сватхистана для женщины это одна из самых важных чакр. Благодаря этой чакре мы здоровы с вами, мы молоды, мы красивы, мы желанны, мы, скажем так, сексуальны, то есть мы как бы женственны, мы заметны, мы видимы для мужчин, только не для каких-то Васи, так сказать, Петей, которые там, ну вообще, как бы, скажем, альфонсы какие-то и так далее, а именно для настоящих мужчин, потому что если женщина энергетически опустошена, даже если вроде как по ее изначальному потенциалу, с которым она пришла в этот мир, она донор, но при этом в течение ее жизни ее там слишком, так сказать, да, подсосали со всех сторон, и подружки, и друзья, там, и родители, может быть, и коллеги какие-то, и мужчины ее какие-то бывшие, с которыми были какие-то негармоничные взаимоотношения, естественно, эта женщина просто как выжатый лимон. И вот такая женщина в свою жизнь, она не может притянуть успешного мужчину, она не может притянуть в свою жизнь достойного мужчину, она не может притянуть в свою жизнь, там, да, любящего, заботливого, богатого мужчину, потому что все вот это вот, это определенное количество ресурсов, энергии. Если у женщины этой энергии нет, значит, нет всего того, что я сейчас озвучила. Такие женщины зачастую притягивают в свою жизнь как раз-таки альфонсов, алкоголиков, психиатроголиков мужчин которые опять же живут на сфатистане то есть у которых было была очень властная мама та и которые по умолчанию такую же женщину в последствии в своей жизни притягивает и потом вот эти вот хрупкие женщины которые опять же на свою вот эту слабую энергетику притягивают таких неполноценных мужчин потому что они сами в какой-то степени да не не до конца ну скажем полноценно как женщины дань не в том плане не хочу сейчас ни в коем случае никого убедить не в том плане что вы какая-то в принципе неполноценный я имею до энергетически да не наполнены в том количестве в качестве в котором нужно быть наполнены для того чтобы опять же ваши жизни были нормальные стабильные полноценные взаимоотношения и конечно же достойный целостный партнер они какой-то до мужчина так сказать полумужчина но зачастую опять же если вы в свою жизнь притягиваете полумужчину либо же полу женщину которая вас постоянно подавляет например это опять же это говорит что у вас самих есть какой-то перекос Либо же, опять-таки, у вас там, например, проблемы с мамой властные были, да, либо же проблемы, может быть, папа вас там как-то подавлял, но так или иначе, зачастую все-таки мама, мама подавляет и девочку, да, то есть мама подавляет папу, да, в такой семье, где девочка растет маленькая, глядя на то, как мама прессует постоянно папу, эта девочка невольно, да, перенимает на себя вот этот сценарий, да, так называемый родовой с мамой, вот это поведение. Потом эта девочка невольно начинает так же себя вести с мужчинами, что мужчины никакие, что на мужчин положиться нельзя, что мужчинам постоянно нужно чему-то учить, поучать, рассказывать, да, учить ему разуму, постоянно за них принимать какие-то решения, постоянно нести какую-то ответственность, да, зарабатывать там больше денег и так далее. Это все идет перекос, то есть это идет разрушение женского начала в себе, и поэтому многие женщины, которые вроде как успешные типа, как бизнес-леди, да, на самом деле глубоко несчастные женщины внутри, потому что, да, они добились вроде как вот этой материальной независимости, да, как вот многие стремятся опять же к этому. То есть если вот у любой женщины спросишь, зачем тебе столько много денег, да, то есть зачем ты там работаешь на двух, на трех, на четырех работах, зачем, зачем ты себя настолько изнеможаешь, почему как бы ты настолько себя не любишь, не ценишь, то есть почему ты не позволяешь себе отдыхать, и тебе это нужно своему организму, чтобы нормально, полноценно восстановиться, ведь рано или поздно это приведет к раннему старению, да, там, к болезням каким-то, неудовлетворенности и так далее. И на что женщина отвечает, чтобы быть независимой, чтобы ни от кого не зависеть, да, чтобы быть вот, то есть по сути создать себе вот эту подушку комфорт, да, вот подушку безопасности и комфорта, зачастую все-таки, которую должен создать именно мужчина для женщины, потому что у нас у каждого есть семь основных энергетических центров, да, которые отвечают за ту или иную как бы сферу нашей жизни. И следовательно, есть три центра, которые относятся именно к мужским центрам, а есть три центра, которые относятся к женским. Так вот, первая чакра Мулатхара, которая отвечает за базовые потребности, то есть за крышу над головой, за нашу работу, либо же за какой-то источник дохода в вашей жизни, который позволяет вам кушать, одеваться, обуваться, иметь возможность где-то переночевать, то есть крышу над головой, может быть это съемная квартира, может быть это даже хотя бы комната, но это комната, а не просто ночевка на улице, либо где-то в лесу, в палатке, образно говоря. Да, то есть за вот это, кстати, это еще физическое здоровье, это ваша связь с родом, ну и безусловно ваша выживаемость, то есть ваша физическая по сути безопасность в этом материальном мире. И это, да, вот эта чакра является мужской чакрой, именно мужчина, женщине дает вот эту безопасность, именно мужчина создает вокруг женщины вот это состояние комфорта, защищенности, чтобы женщина была расслаблена, потому что когда женщина расслаблена, у нее открыты нижние чакры, а если у женщины открыты нижние чакры, она естественно полноценно наполняется от энергии земли, благодаря которой потом наполняет своего мужчину через любовь, через ласку, через секс в том числе, через заботу, да, и естественно позволяет мужчине материализовать его идеи. Вот и все, а когда женщина постоянно в страхе, когда женщина постоянно в панике, где взять денег, где взять то, где взять это, на то не хватает, на то не хватает, мужчина какой-то не такой, там еще какие-то проблемы с работой и так далее, то есть когда у нее постоянно так или иначе блокируется вот этот центр, и она естественно не зная этого, не прорабатывает это, да, то есть не устраняет, не убирает, Это приводит к тому, что, во-первых, у женщины она либо часто теряет работу, либо работает за копейки, либо просто вообще без работы остается, либо же остается без дома, да, то есть просто и вынуждена жить с каким-то тираном, который дает ей как маломальский какой-то кровь над головой. То есть вот все настолько взаимосвязано, но это действительно так. Поэтому только мужчина дает женщине это состояние, не женщина сама себе посредством денег. Женщина может только лишь, опять же, делать то, что ей доставляет истинное удовольствие. И никто не отрицает и не говорит о том, что это не может ей приносить какое-то материальное изобилие и благополучие. Потому что именно как раз-таки от женщины это изобилие и благополучие, да, зависит вот именно в любой семье. То есть в любой семье, скажем так, женщина влияет на состояние любви и на состояние изобилия в любой семье. То есть, образно говоря, сначала это была ваша мама, да, которая влияла на изобилие в вашей семье, то есть там, где вы были ребенком. И потом вы, будучи уже взрослой девушкой, женщиной, естественно, когда вы выходите замуж и создаете свою семью, так вот в этой семье это состояние изобилия, то есть наполненности во всех сферах жизни, не только тема денег, как многие считают, что изобилие это когда много заводов, пароходов, какие-то миллионные запредельные счета и так далее, изобилие это полнота вашей жизни, когда абсолютно все ваши потребности, которые действительно, абсолютно все ваши желания удовлетворены в полной мере. Без каких-либо если, но, почему и там как бы до кабы, то есть без всяких вот этих условностей, то есть когда они просто удовлетворены, причем без каких-либо негативных последствий, как для вас, так и для ваших близких. Вот это и есть состояние изобилия, когда все то, что есть в вашей жизни, когда все то, что вас окружает, когда все то, что вы делаете, наполняет вас вот именно истинным вот этим состоянием счастья, умиротворения, гармонии, благодарности, наполненности и так далее. И также, конечно же, от женщины в семье зависит количество любви. То есть, если в вашей семье происходят ссоры, скандалы, это говорит о том, что в этой семье недостаточно любви. То есть, той самой главной энергии, безусловно, любви, на которой, собственно, и мы все с вами созданы, на которой создан этот мир, понимаете, наша Вселенная. Она создана именно на самой мощной энергии в мире. Это энергии, безусловно, любви. И если по какой-то причине у женщины заблокированы нижние чакры, анахата, если по какой-то причине эта женщина постоянно живет в стрессе, в страхе, понятное дело, откуда ей этим чакрам открываться, каким образом? Кстати, это очень можно легко проверить. Поставьте плюсики. Кто не знает, до сих пор есть у него какие-то проблемы с первой и второй чакрой. Поставьте плюсики, пожалуйста, чтобы я понимала, насколько действительно ситуация, так сказать, для вас незнакома. Я вам сейчас расскажу очень простую технику, как, во-первых, проверить себя, насколько они открыты у вас, да, и расскажу технику, как можно открывать свои чакры, причем, опять же, делать это очень легко, не вкладывая никакие материальные ресурсы с вашей стороны. Так, неужели только два человека? Ну, хорошо, значит, смотрите. Первое, как проверить, насколько гармонично работают ваши нижние две чакры, да, вот особенно. Ну, безусловно, это ваше физическое здоровье. То есть, первое, если вы часто ударяетесь, если вы часто травмируете свое физическое тело, ну, например, там синяки появляются, ожоги, порезы, да, может быть, там, ну, басибов, конечно, ну, может быть, там, ломаете руки, ноги и так далее, да, то есть, какие-то травмы костно-мышечной системы, это, конечно же, ну, и покров, да, вот именно физическое, ваше тело, то есть, ваша оболочка вот именно вашей души, физического характера, это говорит о том, что у вас заблокирована первая чакра. Ну, и отчасти тоже это может говорить о заблокированной свадхистане, потому что, особенно, если у вас есть чувство вины, да, чувство вины, мы все с детства знаем, что оно запускает некое такое наказание. То есть, в детстве нас учили, что если ты провинился, если ты сделал что-то плохое, то, следовательно, ты обязательно будешь наказан. Кого-то ставили в угол, кому-то давали ремня, кому-то давали, и тем самым, конечно же, блокировали как минимум две чакры, которые впоследствии просто этого человека будут приводить к любому роду насилия в его жизни. То есть, например, если женщину, если девочку, да, в детстве били ремнем, и именно бил папа, то 100% эта девушка потом впоследствии притянет в свою жизнь мужчину-тирана, который будет ее избивать. Даже если он ее не будет избивать физически, он будет ее до такой степени эмоционально унижать, что это будет хуже, чем физическое, да, вот именно какое-то рукоприкладство. Если, например, вас лишали каких-то карманных денег, то 100% впоследствии вашей жизни, если вы где-то в какой-то степени, в какой-то ситуации, опять же, даже не всегда осознаваемо будете испытывать чувство вины, вы будете терять деньги. Вы будете терять подарки, вы будете, ну, то есть, имеется в виду не в плане, там, вы шли-шли-шли и потеряли, да, там, подарки. Нет, имеется в виду, что вы будете себе перекрывать вот этот финансовый поток, и вы можете терять работу, вас может подсиживать на работе, вас могут сокращать, вы можете просто без объяснения причин, да, то есть, терять эту работу. Вот просто вас уволили, и все, сказали, извините, вы нам не подходите, без каких-либо объяснений. Либо же вы можете, опять же, да, нести какие-то очень серьезные финансовые убытки, либо у вас вообще может не быть просто работы. То есть на самом деле, когда у меня было очень сильное чувство вины, я ходила, рассылала разного рода резюме, я ходила по всяким там разным предприятиям с целью, конечно же, устроиться на работу, но при этом мне практически всегда отказывали. То есть 9 из 10 мне отказывали, 10 говорили, ну так, подумаем, но опять же, впоследствии я там все-таки не задерживалась на этой работе. Так вот, почему это происходило, потому что опять же была вот эта вот программа самонаказания, было чувство вины, да, то есть в какой-то степени я понимала, что оно есть, да, что я там себя за какие-то определенные моменты свои, как мне казалось там, проступки корю себя, но я ничего с этим не делала, потому что я в принципе не даже не предполагала, да, что это может давать такие последствия страшные, а это действительно ведь так, потому что ваше внутреннее, еще раз повторюсь, состояние, даже если вы его не осознаете, даже если вы его по сути не принимаете, даже если вы фактически осознанно не придаете ему какого-то глобального значения, оно в вас есть, оно невольно, понимаете, транслирует это во внешний мир, и значит этот мир вам отвечает взаимностью, то есть если вы на кого-то очень сильно обижены, и эта обида где-то глубоко-глубоко-глубоко внутри вас, и вы об этом никому не рассказываете, это не говорит о том, что вы не обижены, да, и о том, что мир вам не ответит взаимностью, это говорит о том, что эта обида все равно внутри вас есть, а то, что вы ее не показываете, ну в принципе это вообще не, как говорится, да, не аргумент для вселенной, поэтому если вы на кого-то обижены, вселенная будет вам посылать еще больше ситуаций, в которых вас будут снова обижать, в которых вас снова будут ранить, в которых вас снова будут унижать, для чего? Для того, чтобы вам показать, что есть что-то в тебе, что ты что-то делаешь не так, но не именно в контексте, что вы какая-то ненормальная, да, или вы там какой-то ненормальный, а в контексте, что у вас есть что-то, какой-то крючок, понимаете, который притягивает вот таких людей, которые вас унижают, которые вас ни во что не ставят. И пока вы не придете к этому пониманию, что именно корень проблемы гораздо глубже, чем просто ваш возраст, либо социальный статус, либо же еще какие-то внешние поверхностные показатели, вы не решите свою проблему. Все ваши ритуалы на привлечение денег, любви, изобилие, процветание, они будут просто, извините, до одного места, они будут просто бесполезны. Потому что, еще раз повторюсь, то, на что бы наша жизнь была изобильна и наполнена, влияет очень много факторов. И если по каким-то из причин у вас происходит постоянный отток энергии, а отток энергии это абортированные дети, которые волей-неволей, хотите вы не хотите, но они сосут из вас эту энергию, понимаете, потому что они всегда остаются в поле матери, да, то есть нерожденные ваши дети, пока вы их не отпустите, пока вы от них не освободитесь и пока вы их не отправите обратно в свет на перерождение, возможно, если на то будет, да, угодно создателю. Эти дети остаются в вашем поле, чем больше у вас абортов, тем больше у вас оттока энергии. Все вот эти ваши бытовые, постоянные, ежедневные соударения с другими людьми, то есть, например, там с кем-то поругались, поспорили, да, там, не знаю, там, выясняли с кем-то отношения, там, на кого-то обиделись, разозлились, там, да, там, начали там испытывать какое-то чувство гнева, агрессии и так далее. Это все, либо же кто-то вам очень сильно позавидовал, либо там проклинал вас в спину, все, это все провоцирует вот такие вот дыры, понимаете, в вашей ауре. Сначала они, безусловно, могут быть маленькие, даже вот эти ваши частые просмотры у торологов, там, да, вот именно, которые так или иначе все-таки проникают в ваше вот это энергоинформационное поле пространства, они тоже создают дырочки, особенно, если вы это делаете без оплаты, потому что в любом случае торолог тратит на вас свою энергию, если вы не оплачиваете по достоинству его работу, ну, по крайней мере, ту сумму, которую он от вас просит, да, вот есть сейчас много всяких разных там магических форумов, на которых, да, предлагаются бесплатные вот такие акции, да, бесплатные, то есть, значит, бесплатят, то есть, фактически, с вас плата все равно будет взята, вопрос, когда, да, и каким образом, то есть, чем с вас эту плату возьмут. У кого-то заберут здоровьем, у кого-то начнутся проблемы во взаимоотношениях, да, в семье, с детьми, там, с любимым и так далее. Не питайте иллюзией, что если вы обошли, там, 150 тысяч человек, да, практиков, которые вам бесплатно погадали, да, что вы, в принципе, ну, как бы, ничего никому плохого не сделали, что, в принципе, у вас не может появиться долгов, потому что вы всегда такой, вроде, когда открытый человек, всегда платите по счетам и так далее. На вас люди потратили свою энергию, и зачастую, да, вот, бывает очень часто, я в свое время тоже столкнулась с такой проблемой, когда, ну, скажем так, я проводила тоже подобные безоплатные акции, да, там, на, ну, в том числе на каких-то форумах, да, в соцсетях, там, группах и так далее. И после этого, то есть было одно такое небольшое маленькое условие, потому что у меня на это уходило очень много времени, то есть в среднем где-то двух до четырех часов, да, пока я просмотрела человека, пока я это все подробно расписала, а это где-то было в среднем на А4, да, формата А4, то есть информации было очень много, естественно, у меня на это уходило очень много ресурсов. И было условие такое, знаете, вот, качественная обратная связь, то есть когда вы, да, даете какую-то обратную связь, либо же подтверждение, либо же наоборот не подтверждение каким-то словам практика, чтобы он понимал, да, все-таки удалось ли ему правильно считать информацию, либо же он где-то ошибся, понимаете. Вот, и собственно говоря, таким образом вы фактически, а зачастую как люди поступают, ой, спасибо, да, все верно, все, и пошли, то есть вы написали три слова, а вам написали 330 слов, согласитесь, разница есть. И то это даже, так это, знаете, поверхность, зачастую все-таки там гораздо больше слов, то есть информации больше, пользы вы получаете гораздо больше, вы же не просто прочитали, вы прочитали, для вас произошли какие-то инсайты, которые позволяют вам как-то по-другому смотреть на эту ситуацию, не унывать, либо же предпринимать какие-то действия, может быть даже какие-то конкретные действия, понимаете, то есть вы по сути воспользовались ресурсом, который послала вам вселенная, но за этот ресурс вы никак не заплатили, даже, опять же, не стоит вопрос финансового, какой-то должен быть взаимный энергообмен, полноценный, это может быть услуга за услугу, это может быть просто какой-то действительно качественный, полноценный ответ, да, обратно этому человеку, который позволит ему, опять же, максимально, ну, как бы, да, понять, насколько он был верен, насколько, то есть, может быть, он прорабатывает какую-то колоду, да, и ему важно получить от вас какое-то подтверждение, что да, вот эта карта в этой колоде проигрывается именно вот так, вот, либо же, вот в нумерологии, да, вот эти цифры в такой комбинации проигрываются именно так, а вы написали просто спасибо, до свидания, все, и пошли, вы не вложили вообще ничего понимаете вы приняли это как само собой разумеющийся то что потому что только потому что вы видели что эта акция и что она бесплатная все таким образом вы нарушили энергообмен и что происходит происходит то что на тонком уровне у вас дыры появляются которые потом впоследствии приводят безденежью вашим кредитом долгам почему потому что когда у вас не хватает ресурсов зачастую куда мы идем банк либо же одалживать да там каким-то знакомым деньги ну либо же брать кредит там брать ипотеку и так далее когда мы берем по сути кредиты долги это уже говорит о том что в нашей жизни чего-то не хватает и мы пытаемся это как бы так сказать приобрести получить но самым наилегшим способом просто пойти взять кредит опять же разум ваш не отдает отчет том что за этот кредит нужно будет расплачиваться этот кредит нужно будет безумные проценты переплачивать и потом впоследствии когда вы рассчитываете на то что завтра будет лучше чем вчера чем сегодня естественно вы не учитывайте тот момент что когда вы берете кредит или долг вы по сути берете энергию понимаете то есть любая любая все то что в нашем мире есть эта энергия в первую очередь точно так же и деньги это такая же самая денежная энергия когда вы берете у кого-то в долг либо у кого-то в кредит вы по сути берете это в своем будущем то есть вы пользуетесь ресурсами других людей и и рассчитывая ну например образ опять же предположим ситуацию до такой более жизненного характера вам начальник говорит о том что он вам скоро планирует повысить зарплату да и же вроде как конкретно озвучил сумму насколько вам там повысят и так далее и вы такие прикидываете до думать о классная теперь вместо 5 500 долларов буду получать тысячу долларов и поэтому я смело теперь могу себе взять автомобиль в кредит да ну либо же там какой-то телевизор либо квартиру в ипотеку потому что вот эти 500 долларов которые мне вроде как лишние сверху дадут да я смело могу отправить вот именно на погашение этого кредита вы его берете но такой важный момент чтобы это повышение зарплаты к вам пришло у вас тоже должно быть понимаете определенное количество энергии а когда вы берете кредит вы по сути ухудшаете свою денежную карму и вы естественно считываетесь для вселенной как должник поэтому вар с вашей стороны постоянно происходит вот этот отток энергии естественно для вас неосознанны поэтому впоследствии когда вы взяв кредит рассчитываете на вот это повышение велика вероятность того что этого повышения не будет либо же возникнут какие-то новые вот эти энергетические дыры до всплывут вот эти проблемы уже в материальном мире которые на тонком плане уже были а еще больше усугубились когда вы взяли кредит то есть надеюсь понятно просто поймите как бы смысл да что если вы постоянно берете из этого мира только берете 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 взамен ничего не отдаете вы нарушаете вот этот энергообмен и этот энергообмен до нарушена он проявляется вашем поле как дыры потом как когда вы проявляет проводите какие-то техники и практики на привлечение денег которые у вас не срабатывают а то еще хуже дает обратный результат говорит о том что естественно вы получается за счет чего исполняются наши желания когда мы проводим ритуалы и техники за счет того что вашу вашу жизнь да то есть ваше пространство вселенная посылает определенную энергию божественную энергию до свыше в том количестве и в том качестве которое необходимо для того чтобы вот это вот желаемое вами пришло вашу жизнь понимаете и когда вы проводите ритуал и вселенная вам эту энергию посылает но при этом у вас вашим энергия вот этом энергоинформационном поле куча дыр куча оттоков энергии эта энергия к вам пришла и она тупо начинает закрывать все вот эти дыры потому что это вот знаете опять же как принцип работы энергии рейки если кто-то работать не он знает а что энергия рейки вот если вот взять просто надо вот дорога да и вот в этой дороге естественно есть вот эти выбоины там она там разрушена полу разрушены естественно когда энергия вот там рейки либо же с любым другим там любой другой техника практика вы работаете вы получаете от вселенной энергию безусловно но при этом мы тоже должны что-то вложиться по ним вложить в этот ритуал понимаете ошибочно считать что вы провели ритуал к грецеда просто она так сказать ну как бы как как бы тогда же про не выразиться ну просто его провели для того чтобы этот ритуал дал хороший стабильный полноценный качественный результат да вы должны вложиться в него качественно понимаете энергетически то есть ваша сила вот этого намерения мощь вашего энергетического потока она должна быть на такой для такой степени сильны особенно если ваше желание какое-то глобальное типа там покупка квартиры там не знаю там переезд какую-то другую страну точно что-то такое массовое да там не просто там 500 рублей там сверху к вашей зарплате а что-то такое глобальное то есть для того чтобы это глобальное получить вы должны естественно иметь определенного определенное количество ресурса которого у вас не хватает и следовательно вы это не получили естественным путем поэтому что мы делаем и прибегаем к помощи высших сил и они да они возможно готовы вам дать эту помощь доказать вследствие этого ритуала может быть вы каждый день там читаете молитвы либо читаете какие-то мантры вы же тратите свое время вы же тратите свои ресурсы даже если вы это делаете без зажженной свечи все равно вы тратите минимум час там или 40 минут своего времени если вы делаете это конечно как положено они лишь бы сделать следовать на вселенная понимая да что вы отдаете и взамен она вам дает безусловно но дает то что вам нужно то есть в том количестве и качестве что позволяет вам все-таки получить желаемое но первостепенно почему вы на следующий день уже не видите результата своих каких-то там попыток да там у всех вот этих ритуальных действий потому что опять же вот эти дыры они никуда не делись и когда вселенная вам посылает вот так вот сюда энергию первую очередь залатываются вот эти дыры то есть первую очередь погашаются вот эти ваши задолженности на тонком плане о которых многие из вас даже не то что не знают точнее даже там не задумываются да там как бы игнорируя и а даже просто вообще не понимать что они есть потому что считают что они такие да вообще как бы прекрасные люди никогда никому там ничего не отказывали нигде там этот энергообмен не нарушали и в прошлой жизни в том числе вы же не можете знать что вы делали в прошлой жизни может быть вы в прошлой жизни были президентом который грабил не просто одного человека да там когда никогда там кого-то ограбил ограбили всю страну весь народ и теперь вы работая на пяти работах получаете три копейки это ведь тоже естественно следствие вашего выбора в прошлой жизни это не берется просто так из ниоткуда это не берется за один день ваши те проблемы с которыми вы сталкиваетесь проблема денег проблемы со здоровьем с любовью с отношениями Это уже следствие, и если вы пытаетесь просто избавиться от одиночества, но игнорируете первопричину, которая к этому одиночеству привела, а зачастую я еще раз повторяюсь, в большей степени это именно нехватка энергии. А вот почему ее не хватает, это я уже сказала, это может быть ваша карма, то есть да вот эти ваши дыры наработанные, которые теперь просто за счет того, что вы не получаете желаемое, когда вы очень активно над этим работаете, то есть по сути ваши усилия идут на погашение вот этих дыр. И поэтому вы получите безусловно когда-нибудь свое желаемое, ну лет так через 10, может быть 15, 20, может быть кто-то лет 50, либо 70, вы получите. Но только тогда, когда вы вот эти вот все дыры, все вот эти выбоины в вашем пространстве заполните энергией, и только потом вы сможете наращивать, понимаете, то есть приобретать что-то свыше того, чем у вас есть, вот и все. А иначе можно до бесконечности проводить эти там техники, практики, читать заговоры, молитвы, мантры и так далее. Многие люди действительно, к сожалению, этого не понимают. То, что касается техники относительно еще чакр, я вам обещала, да, технику, которая позволит с ними проработать. Значит, смотрите, еще такой один фактор, который говорит о том, что у вас 100% нелады с первой, второй чакрой, это то, что у вас холодные руки и ноги. То есть если у вас постоянно холодные руки и ноги, это говорит о том, что у вас нарушена связь с землей. То есть у вас нет вот этого потока, да, вот этой янской активной теплой энергии, следовательно, ваше тело физическое таким образом вам об этом сигналит. И, собственно, совет в этом случае, да, конечно же, вот очень хорошо прорабатывать свои страхи, если они у вас есть, да, безусловно, то есть я не открою Америку, прорабатывать какие-то зажимы, то есть чувство вины, там, самоедство и так далее, и так далее, и так далее. Но еще такой маленький нюансик, да, то есть вы можете это сделать посредством медитации на, ну, в смысле, не медитации, в том понимании, как многие, да, сейчас подумали, там, лечь спать, там, 40 минут лежать, там, что-то себе представлять, нет. Вы просто либо смотрите на заход солнца естественным путем, да, то есть имеется в виду, просто наблюдаете, когда, в момент, когда солнце заходит, либо же просто включаете видео на ютюбе, да, прям так вот пишите, там, заход солнца онлайн, все. И просто включаете где-то минут, там, 15, 20, 30, 40, ну, сколько у кого есть возможность, вы просто на этот заход солнца смотрите. Во-первых, это очень успокаивает, а во-вторых, заход солнца, он происходит, как правило, вот в таких, да, оранжево-красных таких оттенках, естественно, вы концентрируете свое внимание и волей-неволей, опять же, да, вот, в момент вот этого ухода солнца за горизонт, вы, по сути, опять же, заземляетесь таким образом, а значит, ваши чакры, понятное дело, и, во-первых, вы заземляетесь в этот момент, и, конечно же, ваши чакры тоже, благодаря вашей расслабленности, они тоже открываются. Понятное дело, что эта техника не панацея, то есть, безусловно, какие-то ваши жесткие, сильные такие травмы, да, блоки, там, блокировки и зажимы, они не уйдут вследствие этой практики, но я вам скажу честно, если ситуация очень плачевная, да, как вариант, это, это хоть что-то, да, чтобы вы понимали, что если либо сделать хотя бы вот это, либо уже не делать вообще, конечно же, делайте хоть что-то. Следующее, значит, как, да, что дальше влияет, от чего зависит скорость ваших желаний, это правильно сформулированное желание, да, но и, опять же, истинное желание. Почему? Потому что зачастую, опять же, мы произносим такие фразы, да, ну, вот по типу, там, я хочу, там, красную машину, ну, давайте разбираться, хочу, да, можно и завтра хотите, и послезавтра хотите, вы также хотите, понимаете, как и сегодня, так и завтра, и послезавтра, и через 55 лет вы тоже будете ее хотеть, понимаете, то есть, по сути, ваше желание уже исполняется моментально, либо же, например, как вариант, я, там, хочу, там, машину, там, да, но, там, такой-то модели, но только не красную, опять же, частичка не вселенной не воспринимается, поэтому, следовательно, да, это будет работать и давать обратный результат, в лучшем случае, если сработает, да, то есть, если, предположим, вы все-таки написали, да, в правильном, в правильную формулировку, то есть, в настоящем времени, там, да, как бы, без частичек вот этих нет, без слов хочу, могу, без всяких вот этих отрицательных, да, там, отрицания всех вот этих но, нет, если, там, и так далее, то, естественно, это может сбыться, но, как я уже сказала, дать просто вам противоположный результат, либо же, когда вы в всяких там заговорах, каких-то молитвах, там, ну, молитвы тут меньше, как бы, да, не в том плане, здесь, как бы, безусловно, это тоже так или иначе может сказываться, но важно в то, во что вы верите, но заговоры все-таки, они работают более сильно в этом плане, когда вы там читаете заговор, да, вот по типу там, ну, например, там, безденежье, там, да, там, уходи, там, образно, там, безденежье, и никогда там не возвращайся, то есть, по сути, вы говорите ему, возвращайся, поэтому от этого безденежья вы можете откупаться, избавляться всю свою сознательную жизнь, то есть, это тоже будет не, да, как говорится, ну, не будет вам давать хороший, стабильный, полноценный результат, вы, как говорится, потратили энергию, да, провели какую-то технику, а зачастую либо не получили вообще ничего, либо даже еще получили ухудшение, поэтому, пожалуйста, опять же, будьте осознанны, читайте те слова, вникайте в суть заговора, да, в суть тех техник, которые вы применяете. Также хочу сказать по поводу зеркальной магии, очень многие практики ее, конечно же, агитируют, предлагают и так далее. Я, опять же, не противник зеркальной магии, я просто за то, чтобы, если человек, да, если мастер вам дает такую технику, он должен побеспокоиться о том, что если вы что-то накосячите и напортачите, да, то есть, вы таким образом, либо себе, либо своим близким нанесете урон, безусловно, отчасти это ваш тоже урок, и ваша карма, чтобы вы в следующий раз, да, просто думали, были более осознанные, а не хватали только за то, что вам это дал какой-то типа гуру, там, да, какой-то мега крутой мастер, и вы, опять же, бездомно берете, хватаете, потому что это только бесплатно, то есть, бесплатит, еще раз повторяюсь, то есть, то, что вы не побеспокоились об этом, это, ну, к сожалению, это, как бы, да, ваши трудности, давайте смотреть о правде, как говорится, да, ну, как бы в глаза, точно так же, как этот мастер, да, то есть, то, что он об этом не побеспокоился, это, безусловно, его 100% ухудшенная карма, но если вы ему за это не платили, то по законам вселенной, да, то, в принципе, ну, как бы он особо перед вами, как бы, да, и не виноват, то есть, то, что он, как бы, ну, как бы вас об этом не предупредил, и, опять же, просто, скажем так, мы ему доверились по своей какой-то, может быть, глупости, неопытности, ну, еще раз повторяюсь, это, значит, ваш урок, то есть, у меня были такие учителя, да, которые в свое время тоже мне, вот, как бы так, поверхностно давали информацию, но я вам честно скажу, несмотря на мой опыт, там, в самом даже начальном пути, когда это было далекие 8 лет назад, я никогда в жизни вот так вот, да, так сказать, на бум, ничего не хватало и не делала, да, вот просто бездумно, я всегда анализировала, какие последствия будет это иметь, не только даже для меня, да, а для моих близких, для моих, как бы, родных людей, потому что ситуации в жизни были разные, были порчи, были всякие и проклятия, и привороты, и крадники, и отвороты, у меня всегда, в принципе, был выбор, да, сделать порчу, так сказать, обратную порчу этим людям, которые мне ее сделали, или же все-таки, опять же, разобраться, да, в первопричинах и устранить это, безусловно, то есть это не значит, что вы там должны прям с этим всю свою жизнь ходить, нет, конечно же, но просто сама по себе чистка, да, когда вы не разбираетесь в первопричинах, она зачастую бесполезна, точно так же, когда вы начинаете, опять же, мстить, может быть, это ваш кармический долг, понимаете, и вы должны посредством вот этого научиться этого человека прощать, да, во-первых, найти все-таки в себе какие-то внутренние травмы, которые притянули этот внутренний негатив извне, потому что они 100% есть, и, естественно, научиться, да, прощать таких людей и принимать их. Опять же, что такое прощение? Это не то, когда вы освобождаете другого человека от ответственности, потому что мы с вами, ну, не Господь Бог, да, чтобы там давать какие-то оценки и, опять же, да, то есть решать, кто прав, кто не прав, нет, но, тем не менее, когда вы прощаете, потому что что есть обида? Обида – это ваша реакция на поступок того или иного человека, да, когда, ну, которая идет в разрез с вашими какими-то ожиданиями, то есть этот человек может поступить совершенно, как бы, да, безобидно по отношению к вам, то есть, ну, как бы не со зла, но, тем не менее, ваша какая-то реакция на это, да, которая провоцирует, опять же, какую-то негативную реакцию типа вот обиды, это именно ваша реакция, понимаете, и вот то, почему вы так на это реагируете, это, по сути, ваша проблема, то есть это в вас что-то не проработано, потому что вам это доставляет боль, то есть это в вас есть какой-то ключок, который, во-первых, спровоцировал эту ситуацию, а, во-вторых, спровоцировал вашу вот эту негативную реакцию на это, а значит, опять же, только работать с собой, мы не работаем с нашим обидчиком, потому что наш обидчик – только наше зеркало, то есть зеркало нашего внутреннего состояния, это не значит, что если вас кто-то, извини, обидел, предал, ограбил, изменил, что вы кому-то ходите и так делаете, да, то есть вы там кого-то грабите или изменяете, или еще что-то, хотя, как вариант, такой тоже вполне может быть, даже если вы образно, ну, например, там интеллектуальный какой-то, да, там труд присваиваете, либо же кого-то, даже вот просто даже себя обманываете, да, либо обманываете высшие силы, вроде как вами руководят совершенно одни намерения, да, вы идете там либо в церковь, либо просто к Богу обращаетесь, там, либо к каким-то другим силам, да, и пытаетесь, опять же, там обвинить каких-то ваших недоброжелателей, что вот они такие гады, что они такие паразиты, что вот они вам вашу там прям жизнь просто там, не знаю, там разрушили и просите для них там наказания и так далее, то есть по сути, опять же, вы не осознаете корня проблемы, следовательно, вы на эту ситуацию смотрите просто как маленький обиженный ребенок, который не имеет способности и возможности подняться над этой проблемой, понимаете, не смотреть как бы вровень, да, вот опять же верхушку айсберга видя, а подняться над проблемой, над этой ситуацией, чтобы понять, да, то есть чтобы посмотреть на нее в целом, а не то, как вы только ее вследствие своего ограниченного, да, мировосприятия можете понять и как бы принятие, да, то есть как бы насколько вы ее можете, ну, скажем, объяснить себе. Когда вы поднимаетесь над проблемой, над ситуацией, то есть опять же то, что я рассказывала, да, просите создателя хотя бы на худой конец, хотя бы так, помочь вам осознать, для чего вам дана эта ситуация, то есть какой урок такой благодаря этому опыту вы проходите, да, то есть чему вы учитесь, либо же какие у вас внутренние вот эти травмы, да, то есть что есть у вас такого, что вы притянули эту боль извне, либо же опять же просите создателя посмотреть на эту ситуацию, либо же на этого человека, если он вам неприятен, если вы его осуждаете, если вы его критикуете, если у вас там есть какие-то с ним жесткие конфликты, да, то есть вы не понимаете позиции этого человека, опять же, примите то, что все люди разные, понимаете, то есть никто, мы не доллары, чтобы нравиться друг другу и угождать, мы свободные личности, у которого есть право голоса, право выбора. И зачастую это право голоса высшие силы не нарушают. А вот мы как раз такие люди, друг друга свободу воли нарушаем. Родители считают, что они лучше знают, что нужно их детям, потому что у них опыт за плечами, потому что они старшие, потому что они родители и так далее, и так далее, и так далее. Да, конечно, ситуации бывают разные, иногда действительно стоит прислушаться к родителям. Но зачастую есть такие родители, все-таки, опять же, ни в коем случае не нужно их в этом обвинять. Они вам дают ровно столько, сколько они сами получили, понимаете? Когда вы идете по улице, у вас нету с собой денег, да, и дать какую-то там милостыню, какое-то пожертвование какое-то. Вы же понимаете, что у вас реально просто нет, то есть вам нечего дать. Точно так же и здесь. Ваши родители не могут вам дать того, что у них у самих нет. Любви, например, заботы, принятия. Если вашу маму, например, в детстве, когда она была маленьким ребенком, точно так же недолюбили, откуда в ней эта любовь возьмется? Если ее не научили, понимаете, любить, принимать, не критиковать, а вот именно, понимаете, ведь мы же любим друг друга не за что-то, и не почему-то, а вопреки всему, понимаете? Когда вот есть такое, да, вот, а ты любишь меня, да, а за что? Вот если вам человек начинает перечислять за что, да, зачастую все-таки это не любовь. То есть он вас любит, по сути, но не вас любит, а он любит какие-то качества вас, понимаете, то состояние, которое вы ему дарите. Но не вас саму, вот именно такой, какой вы есть, просто за то, что вы есть в его жизни. И, ну, опять же, то есть это можно вам много об этом рассказывать, просто чтобы вы понимали, да, что настоящая истинная любовь, ее не нужно заслуживать. И настоящая истинная любовь, если она есть, то, опять же, о ней не надо просить, ее не надо требовать. Если у человека она есть, поверьте, он вам ее и так даст. И далеко не всегда, конечно, те люди, по отношению к которым вы проявляете вот эту любовь и заботу, да, в состоянии вам ответить тем же. Элементарно, потому что у них нету этого, понимаете, и все. Поэтому не стоит обижаться, если вы кому-то помогли, и вам взамен кто-то не помог, да, либо же не оценил вашу помощь. Это значит два варианта. Либо же вы изначально уже помогли этому человеку с таким внутренним подтекстом, да, как бы получить вот эту вторичную выгоду. То есть какую-то похвалу, какое-то одобрение, какое-то доброе слово и так далее. Либо же как вариант еще другой, когда по сути этому человеку, да, то есть он просто, ну, не привили ему эти качества. То есть в нем нету вот этого чувства и состояния любви и наполненности, и благодарности, следовательно. Потому что наша любовь и благодарность, принятие в том числе, да, и все прощения, это наша анахата. Если у этого человека заблокирована эта анахата, если у него заблокирован, да, вот этот вот канал принятия дачи, это наши руки, естественно. То есть левая сторона – это принимающая сторона, правая – это отдающая. То есть есть у него с этим проблемы, есть у него плохие взаимоотношения с родителями, это уже 100% по умолчанию, есть какие-то и травмы, и зажимы и так далее. Естественно, не стоит ждать от того человека, у которого нет, да, что-то, что теоретически, да, в нем должно быть, но тем не менее. Поэтому зря просто себя как бы, да, лишний раз не расстраивайте. Если вы что-то для кого-то делаете, либо это делаете от чистого сердца, и, кажется, не ожидая ничего взамен, либо не делаете вообще. Но уж тем более не делайте это из состояния нужды, да, не делайте это из состояния дефицита. Что зачастую все-таки мы поступаем вот именно таким образом, когда, опять же, нас в детстве недолюбили, и потом, когда у нас рождается наш собственный ребенок, мы думаем, я своего ребенка никогда так не буду игнорировать, да, как делали, например, это мои родители. Я его буду любить, я его буду холить, лелеять, я буду полностью его там, все его там просьбочки там, да, там выполнять и так далее, и так далее. И к чему это приводит? К тому, что вы начинаете жить, понимаете, полностью вот растворяетесь в этом ребенке, вы отдаете ему всю себя, всю энергию, всю энергию, все деньги, все свободное время, вот все, просто отдаете ему вот так вот, да, окружая его вот этой тотальной заботой, любовью, поддержкой, верой в него и так далее. И зачастую к чему это приводит? К тому, что вы это даете, безусловно, именно от чистого сердца, да, как мать там или там как отец, но вы это даете из состояния дефицита, а значит, рано или поздно возникнет вопрос, что какой же ты сыночек там или дочечка неблагодарная. Я же для тебя всю свою жизнь посвятила, я же для тебя все отдала, я же для тебя то, я же для тебя это, понимаете? То есть если вы уже предъявляете претензии, это значит, с вашей стороны была вторичная выгода. Осознавали вы это или не осознавали, это десятый вопрос. Самосуд, что если вы что-то отдаете, опять же, на подсознательном уровне, ожидая что-то от этого человека в дальнейшем получить, то есть там какую-то помощь, какое-то одобрение, чтобы ваш там ребенок вас там любил, признал вас там, восхищался вами, да, там рассказывал, какая вы у него там замечательная и так далее. Если вы делаете это вот именно с таким потекстом, то, к сожалению, это путь в никуда. Вот и все. Запомните, пожалуйста, те претензии, да, вот те, если у вас плохие взаимоотношения с дочерью, ну, либо же, да, вот там с детьми вашими, зачастую через ваших собственных детей вам вселенная показывает ваши претензии вашего внутреннего ребенка по отношению к вам. То есть претензии вашего внутреннего ребенка по отношению к вашему родителю, который зачастую все-таки не любит этого ребенка, который постоянно его прессует, который постоянно его критикует, постоянно чем-то недоволен и так далее. Поэтому если ваши дети вас не любят, это значит вы не любите себя, по-настоящему не любите себя. Потому что, опять же, мы склонны считать, ну как же, я люблю себя, я покупаю себе какие-то красивые вещи и так далее. Но это не показатель любви, это одно из проявлений любви. Но если, опять же, вы себе покупаете красивые вещи, а потом где-то в глубине глубоко-глубоко в душе себя за это корите, что как же так, вместо того, чтобы купить ребенку очередную игрушку, я пошла и купила себе платье. Все, это говорит о том, что вы себя не любите, то есть вы считаете, что вы недостойны, что на фоне даже с вашим пусть ребенком, с вашей кровиночкой, ваши потребности и ваши желания, да, почему-то менее важны, менее приоритетны. Это уже говорит о нелюбви к себе, о том, что вы на себе экономите. Если вы на себе экономите, если вы для себя жалеете, значит, вы себя считаете недостойными этого. А раз вы себя таковым считаете, то вселенная, опять же, и окружающие вас люди считают вас таким же, понимаете. Они считывают только ваше внутреннее состояние, они не привязывают ничего нового. То есть вот то, что есть внутри вас, они это приумножают в более таком жестком, более утрированном формате и возвращают вам это обратно. В виде каких-то болезненных ситуаций, безусловно, зачастую именно болезненных, и в виде каких-то травмирующих для вас, вот, да, ну, скажем, таких встреч, да, и взаимоотношений с другими людьми. Почему в приумноженном виде, почему в таком более жестком формате, потому что если для вас дать в том формате, в котором это испытываете вы, вы это проигнорируете, вы это просто пропустите. Чтобы, опять же, вам было более понятно, да, как это может отыграться, вот, именно в таком легоньком формате. Ну, например, на вас там кто-то образно, вы там на кого-то обиделись, да, образно. Все. Все. И, собственно говоря, вам кто-то, ну, вот вы там были там маршрутки, там, да, там, ну, и вам кто-то случайно наступил на ногу. Все. Ну, как бы, да, вам обидно, вам неприятно, вам испортили там замшевые сапоги, ну, понятно, да, вы там увидели, что это там либо маленький ребенок, либо же там бабушка какая-то, ну, которая действительно не специально, вы же не будете ее там в спину проклинать, правильно? То есть все, вам неприятно, вам где-то обидно, но это не та обида, которую, да, вот вы там прям после этого там 35 лет оставшейся своей жизни не спите спокойно по ночам, правильно? А если, опять же, вы, например, образно там застаете там свою там подружку образно, да, со своим мужем, ну, либо же что-то в этом роде, согласитесь, вы будете это помнить, наверное, по гроб, да, вот до конца своих дней. Почему? Потому что, опять же, это близкие люди, от которых, которым вы доверяли, от которых вы этого не ожидали, да, вы даже в самом страшном сне не могли себе это представить, но вселенная понимает, что именно эта ситуация так или иначе вам до такой степени сделает больно, и вам настолько будет плохо, и ваша жизнь настолько пошатнется, что рано или поздно вы все равно придете, если не к Богу, то придете к специалисту, который напрямую имеет канал с этим Богом и который вам позволит понять, да, то есть который поможет вам выявить первопричину, почему же так произошло. А первопричина может быть элементарной, просто не любовь к себе, просто внутреннее понимание того, что вы недостойны этого мужчины, что он какой-то лучший, что он какой-то там красивее вас, там богаче, там из семьи каких-то голубых кровей, не столь важно первопричину, то есть именно, да, что будет в вашем личном конкретном случае. Самосуд, что если у вас вот что-то внутреннее такое есть, естественно, вам через вот этих людей, да, через боль, через какую-то жестокость, но это показывает, чтобы вы не игнорировали эту проблему. А если вам просто вот так, ну, аккуратненько там, да, там, случайно там сумочка вас заденут, естественно, вы это проигнорируете. Поэтому такие моменты, конечно, тоже замечайте и фиксируйте. Еще раз повторяю, задавайте себе один вопрос, для чего, ни почему, ни почему такая справедливость, как он так мог, почему он так поступил. Да вы не можете знать, почему он так поступил, потому что вы не знаете, что в его жизни было с малых лет. Если ребенок иногда матерится, ну, смотрите, зачастую, да, ну, как бы мы, ну, как бы, как сказать, матерятся те люди, на самом деле, да, без комплексов, на самом деле, которых что-то не устраивает, да, и, как бы, ну, зачастую, если мы там возмущены и так далее, да, то есть у нас бывает там проскакивают вот какие-то такие слова. Ну, опять же, это горловая чакра, то есть ребенок, да, каждый ребенок себя проявляет, как он может, но зачастую все-таки ребенок это где-то видит, понимаете. Ребенок, он сам по себе это не берет из пальца, просто высасывает, он где-то это увидел и увидел где-то либо у взрослого человека, либо у тех в своем окружении, где для него эти ребята, да, скажем, если это может быть там какие-то одноклассники там или в детском садике, ну, там в детском садике такое тоже бывает, надо сказать, если кто-то в семье там кто-то матюкается, да, потом дети даже в детском садике берут это, повторяют, и, естественно, ваш ребенок просто посмотрел на другого ребенка и вроде когда подумал, что это весело, прикольно, он же не понимает, что это плохо, то есть на тот момент, когда он начинает это повторять, он просто это повторяет, а потом уже есть и вы, как родители ему объяснили, что это неправильно, что это некрасиво, так не нужно разговаривать и так далее, и так далее, вот только тогда до него это доходит. Но зачастую, опять же, матерное, то есть, во-первых, проанализировать, да, то пространство, ту атмосферу, где растет ребенок, то есть, откуда он это взял, то есть это 100% где-то он увидел, это по-любому, то есть тут просто, как говорится, другого варианта не дано. И второй момент, конечно же, естественно, посмотреть, как бы задать вопрос себе, да, позволяете ли вы себе, да, вот высказывать все то недовольство, ну, какое-то ваше мнение собственное, которое может быть, безусловно, неприятно для других людей, да, и, естественно, вы в себе это подавляете, и ваш ребенок просто вам, опять же, как зеркало, да, как бы показывает это в какой-то жесткой такой форме, где вы, ну, когда это вас уже реально, ну, раздражает в какой-то степени, да, что вам настолько это невыносимо терпеть, опять же, почему вас это раздражает, почему для вас это вот настолько цепко и емко, потому что есть что-то в вас, понимаете, что вы не принимаете в себе. Зачастую то, что мы не принимаем в других людях, то есть то, что мы осуждаем в других людях, это значит, мы не принимаем либо в себе, либо мы не принимаем наших самых близких людей и нам опять же вселенной извне просто еще больше и более такой жесткой форме да это транслирует вот и все ну естественно если это с окружения друзей значит опять же нужно это окружение ну как бы стараться все-таки как-то менять далее значит энергия энергия то есть это ресурс в принципе сегодня много об этом говорила поэтому я не буду сейчас опять же снова повторяться единственно что скажу да что там много факторов и карма и ваша какая-то может быть там патогенная зона там рядом с кладбищем живете там рядом с больницей и так далее может быть плохая связь с родом может быть плохие взаимоотношения с родителями может быть какие-то может быть там опять же да вот эти бывшие половые партнеры может быть обиды на кого-то может быть самоедство может быть вот эти абортированные детки да то есть может быть некра привязка и так далее то есть факторов которые и сушают вашу энергию, на самом деле очень много. Но тем не менее, безусловно, со всем этим можно работать. В рамках курса мы тоже это делаем. Я рассказывала очень много техник на то, чтобы очистить себя от негатива, на то, чтобы очистить свою негативную карму, на то, чтобы очистить негативную карму рода. И, кстати, чтобы сделать это не просто, так сказать, во благо для себя, чтобы облегчить свой какой-то жизненный путь, но и сделать это очень грамотно и мудро, таким образом, чтобы устранить, опять же, первопричины, то есть те ваши негативные какие-то поступки, которые, собственно, и спровоцировали вот эти ваши какие-то страдания, какие-то лишения в этой жизни, либо у вас, либо у ваших детей, братьев, сестров, мам, пап и так далее. Вот эти вещи мы тоже на курсе очень плотненько так прорабатывали. Тем более, что курс стартовал перед Новым годом, 23 декабря. На сегодняшний день уже прошло 7 онлайн занятий, поэтому, если кто вдруг желает присоединиться, вы первые 7 уроков получите в записи. Информации очень много. В рамках этого курса я дам более 50 техник на все случаи жизни. Еще раз повторяюсь, на очищение от негатива, на очищение вашей негативной кармы, на очищение кармы вашего рода, на устранение препятствий, преград на вашем жизненном пути, на защиту вас самих, на защиту вашего дома, на, безусловно, исполнение абсолютно любых ваших желаний, чего бы они ни касались. Безусловно, на избавление от одиночества, привлечение взаимной любви, гармоничных, полноценных взаимоотношений. Также мы, конечно же, будем привлекать изобилие, благополучие, материальное процветание, будем работать с карьерой, будем работать с такими негативными проявлениями, когда там зависть, нелюбовь к себе, непринятие себя, ну и так далее. То есть все вот это мы будем прорабатывать. Еще раз повторюсь, более 50 техник. На самом деле у меня на всех курсах очень много всегда техник на одну, на решение какой-либо одной проблемы, будь там чувство вины, там, либо же обида, ну, то есть какой-то, да, вот этот внутренний наш самонегатив, я в среднем где-то даю до 10 техник. То есть у меня нету такого, что я там отдала одну технику, да, и в принципе все делайте, кому не подошла, извините, как бы, да, то есть я специально даю много техник, потому что понимаю, что каждый из вас, все мы разные, да, и кому-то что-то подойдет, кому-то этой практика не подойдет. И для того, чтобы, опять же, у вас была возможность все-таки проработать эту проблему, раз уж вы, да, пришли ко мне на курс, моя все-таки основная задача помочь всем и каждому из вас, несмотря на то, с каким вы запросом приходите, да, то есть насколько запущена ваша ситуация. Поэтому, естественно, я как человек ответственный в этом плане, стараюсь все-таки удовлетворить абсолютно все ваши самые даже изысканные потребности, даже если в течение курса у вас возникают какие-то запросы, ну, относительно той информации, которую я не планировала в рамках курса давать, я тоже ее стараюсь все-таки дать. Но если это не слишком такие, да, вообще прям кардинально разные вещи, ну, по типу того, что курс там денежный, да, меня спрашивают, почему мужчина там, почему на мужчину сделали приворот, дайте чистку от приворота. Ну, то есть как бы это немножко разные действительно направления, поэтому такое, конечно, я могу дать какие-то общие рекомендации, но так, чтобы я посвящала этому 3-4 часа урока, да, основного курса, понятное дело, что нет. Хотя, действительно, еще раз повторюсь, много вещей, которые вы делаете, ну, то есть ваши запросы, в большей степени, почему мои курсы длятся по 10, по 12, а то и больше уроков, по причине как раз-таки вот этого, да, что я изначально планирую один объем информации дать, уроков так на 6, на 8, но впоследствии ваши запросы увеличивают это количество уроков, поэтому, ну, вот получается как-то так. Поэтому присоединяйтесь, то есть 7 уроков мы прошли, ну, минимум еще 4 урока онлайн вас ожидает, то есть вчера на прошлом уроке мы разбирали, рассчитывали с помощью нумерологии карму нашу, да, то есть мы выявляли опять-таки какие-то именно, да, корни проблем в наших прошлых воплощениях, которые, естественно, у каждого из нас были, и когда вы об этом знаете, когда вы знаете четко конкретные рекомендации, да, когда не просто почистить карму, потому что техник в этом плане я тоже много давала, а именно еще и улучшить вашу карму. Да, благодарю, Евгений. Вот, собственно, что еще я бы хотела сказать, что будет в рамках этого курса, да, то есть в рамках этого курса будет много приятных бонусов, будут активации цемень, если кто знаком с китайской метафизикой, это очень мощное направление, вот фэншуй, бадзи, да, цемень, вот они все вот входят в такое одно большое направление, как китайская метафизика. Скажем так, благодаря этим активациям в свое время, благодаря этим знаниям, да, в свое время один император, который, ну, скажем так, длилась очень долгое время война, 15 лет, да, и уже настолько было много смерти, такой был урон, ущерб нанесенный, и вот император не выдержал это, и, собственно, обратился к высшим силам, к небесам, да, за помощью, чтобы они послали какую-то, ну, не знаю, там, да, там какую-то поддержку, какую-то информацию, какое-то знание, какое-то осознание, понимание того, как же все-таки можно победить, да, вот этого агрессора, и как можно одержать вот эту победу. И к этому императору спустился один из божеств вот в рамках вот этого, да, вот этого направления цемень, и который, собственно, и дал, и передал ему вот эти бесценные знания. И спустя 15 лет война была закончена. Поэтому вот эти знания, они были просто на то время, да, ну, даже сказать на вес золота, это не сказать ничего. Любой простолюдин, который так или иначе овладевал этими знаниями, и его могли казнить, так сказать, да, без следствия и суда. Потому что эти знания настолько были мощные, что они позволяли убить императора, да, свергнуть его, скажем так. Поэтому, естественно, об этих знаниях в основном все-таки знали только приближенные, вообще вот прямо самые-самые-самые близкие из окружения императора, ну и, безусловно, сам император. Поэтому вот с помощью данной техники, то есть это определенная практика, это не медитация, скажу вообще, кстати, надо сказать, вот кому пугают немножко медитации, на курсе, на общении на одном из моих курсов, а их более уже 11, нету ни одной медитации. Медитации я не даю, я сама с медитациями не работаю, по причине того, что лично в моем случае, да, и опять же в большинстве моих учеников, случаях и клиентов, они были просто бесполезны. То есть да, вы просто лежите 40 минут, что-то там себе там представляете, какие-то мультики рисуете, но зачастую для того, чтобы эта медитация сработала полноценно и качественно, я не говорю, что они в принципе не работают, они работают, но есть маленький такой, да, маленький момент, то есть это нужно настолько погрузиться вот в это альфа-состояние, да, то есть вот такое медитативное состояние, и это не 2, не 3 минуты, это 40 минут, понимаете, и вот нужно быть на такой степени расслабленности, да, вот некая такой нирвани, чтобы никто и никак вас не отвлекал, чтобы вы вообще были вот просто, да, так сказать, ну как бы неподвижны, да, невозмутимы все вот это время. Иначе, опять же, если вы только отвлеклись, все, вы выпали из этого состояния, и потом вернуться в какой-то там высший там на седьмой план, очень сложно на середине медитации. Ну, а я вообще так просто засыпаю во время таких практик, поэтому, опять же, они просто для меня бесполезны, поэтому я даю только то, что работает у меня, то, что работает у моих клиентов, то, что я сама неоднократно использовала и добивалась очень хороших стабильных результатов, ну и, конечно же, то, что безопасно, потому что для меня все же это первостепенно. Я не даю каких-то техник, в которых не уверена, да, и не даю техник, которые действительно по незнанию могут нанести какой-то урон. То, что я даю, это очень простые в исполнении техники, но при этом действительно очень рабочие, да, очень эффективные, то есть очень качественные. Поэтому я всегда даю полный пошаговый алгоритм, все вот, да, скажем так, учитывая все абсолютно меры предосторожности, для того, чтобы это было только исключительно во благо для вас, во благо для ваших близких и во благо для ваших клиентов, да, если вы какого-то подобного рода оказываете услуги. Но те, кто оказывают, да, все-таки зачастую, ну, достаточно осознанно, да, глубины серьезно к этому подходят, но тем не менее, если по каким-то причинам вы попали, там, скажем, к каким-то мастерам, которые этому не научили, я вас уверяю, что в рамках этого курса вы узнаете очень много информации, которую, я уверена, нигде никогда не слышали. Тем более, что еще раз повторюсь, что там будет сразу много направлений, да, то есть там будут мантры, очень много будет именно ритуалов с мантрами. То есть это не будут просто мантры, которые я вам расскажу. Мантры вы просто можете найти в интернете. Я даю именно техники с мантрами, практики, ритуалы и так далее. Также там будут нумерологические расчеты, где мы будем с вами определять, какой цвет удачи, да, на текущий год, персональный цвет удачи лично для вас, тем более, что этот расчет, он универсальный, поэтому каждый год вы можете для себя, для своих близких, да, определять вот именно тот цвет, который действительно будет для вас вот мега-мега-мега-мега, да, вот таким прям волшебным образом влиять на вас и, естественно, на вашу жизнь, улучшая всячески ее со всех сторон. Также мы будем, я рассказывала о том, конечно же, как уберечь себя, да, от разного рода негативных, так сказать, энергий, воздействий извне, которые зачастую все-таки практически каждый второй, особенно сейчас, им подвержен, то есть какие-то порчи, проклятия, привороты, отвороты, какая-то зависть и так далее. То есть это мы еще также будем продолжать в дальнейшем, то есть информации очень много. Мои две ученицы, которые у меня сейчас проходят этот курс, первая участница написала мне уже сразу после первого урока, и ее отзыв был примерно такой, что она, конечно, была в легком приятном шоке, благодарила за такой поток информации, за столько ценных знаний, которые, конечно же, она нигде не слышала, но при этом всем она так и написала, что я немножко в легком таком шоке, потому что когда я читала вашу рекламную страничку, я думала, что вот это очищение кармы, очищение себя от негатива, очищение рода, это некий такой, знаете, пиар-ход, вроде как замануха такая, то есть чтобы завлечь, человек купил, но и потом уже вроде как некуда деваться. То есть она говорит, я, говорит, честно в шоке, то есть я не ожидала, что это действительно правда и что это будет так много техник и практик. Другая участница написала мне тоже на следующий день, Боже, Дарья, спасите, помогите, да, какую из техник выбрать, их так много, что я просто в них теряюсь. Конечно же, я хочу сказать, да, что пусть это вас не пугает, наоборот, это хорошо, когда у вас есть выбор, когда у вас есть возможность выбрать не то, что вам дали что-то одно, да, и может быть это у вас не откликается, и поэтому это будет бесполезно, а когда у вас есть возможность, да, вот именно применять то, что подходит именно вам, да, лично, конкретно вам. Поэтому я даю вам такой невероятный выбор. Я скажу честно, я посещаю очень много платных семинаров, вебинаров, курсов, стоимость которых превышает от 150 долларов и выше, но столько техник и практик, в таком количестве, в котором я давала в рамках этого курса, я, наверное, не давала нигде на своих курсах, вот все эти 11, которые прошли, хотя мои ученики, ученицы, если они сегодня есть среди вас, потому что я тоже делала рассылочку, они не дадут соврать, да, что я на каждом своем курсе очень много даю знаний, очень много даю практик, техник, ритуалов, то есть на все случаи жизни, какие-то корректировки с помощью нумерологии, безусловно, какие-то психологические моменты, да, то есть не только вам там придется колдовать, нет, даже просто определенная теория, да, теоретический момент, который я объясняю, доношу до вас максимально подробно, да, что это будет понятно даже вот самому неподготовленному человеку в этой области, естественно, позволяет вам несколько пересмыслить, да, то есть пересмотреть свои жизненные ценности, приоритеты, пересмотреть свои желания, пересмотреть те действия, которые вы делали, да, которые вы совершали для того, чтобы достигнуть той или иной цели в своей жизни, поэтому даже вот это вот уже будет влиять на вашу жизнь, да, максимально благоприятным образом и способом, поэтому для кого это интересно, присоединяйтесь, еще раз повторяю, что много согласно курса, много предложений на исполнение желаний, но я могу сказать честно, положа руку на сердце, такого курса с таким количеством техник, за такую сумму вы не найдете нигде и никогда, потому что я более 8 лет обучаюсь и за 8 лет я еще не встретила ни одного такого курса, где бы вот столько было информации, тем более, что она очень доступно объяснена, она очень детально объяснена, то есть я буквально там каждое слово пишу на слайде, картинки, рисунки, да, маркерами там рисую, на пальцах объясняю, ну, то есть как бы всеми доступными мне способами, да, я это все показываю, поэтому там только ленивый, да, не разберется. Ну, и, собственно, дальше давайте, да, закончим, тогда я вам уже быстренько здесь, да, вот эти последние пункты расскажу, и мы перейдем с вами к нумерологическому расчету, и потом быстренько я еще расскажу вам технику, да, на исполнение ваших желаний, как материальных, так и теми любви, потому что богиня Лакшми на самом-то деле, она покровительствует не только в плане денег, она как раз таки дает вот это изобилие, то есть ту полноту, да, которая покрывает ваши потребности и в плане денег, и в плане любви, и в плане даже здоровья, в плане гармоничных каких-то ваших личных, семейных взаимоотношений, поэтому любому из вас, для кого, да, скажем так, эти сферы интересны и, скажем, актуальны, вы сможете это сделать. Значит, следующая вера в исполнение желаний, опять же, да, многие из нас вроде как делают много техник, делают много практик, но при этом делают одновременно, да, работая с разными силами, работая с разными эгрегорами, опять же, делая это на автопилоте зачастую, ну и поэтому, конечно же, сталкивают лбами эгрегоры, которые потом, естественно, ну, в лучшем случае просто не работают с вами, а в худшем, конечно, могут вам как-то наскучать по головушке, да, чтобы вы все-таки таких ошибок не совершали. В моем опыте, опять же, это в самом-самом-самом далеком, моем таком прошлом, когда я только начинала, когда, опять же, не было нигде, эта информация озвучена, я провела ритуал с рунами, да, активировала руны, запустила все как положено, то есть прям четко почувствовала, да, что действительно все прошло благополучно, и после этого уже буквально через 5 минут стала читать молитвы, опять же, я там не сделала это со зла, там, да, что я там прям действительно там не верила этим силам, просто я решила перестраховаться, думаю, да, и как бы, так сказать, по всем фронтам подойду комплексно к решению этого вопроса, ну и подошла. И когда я прочитала эту молитву, буквально там на 2 минуты вышла из комнаты, но так получилось, что комнату я вернула гораздо раньше, опять же, как будто какая-то сила меня туда-обратно притянула, я увидела в этот момент, что у меня загорелась икона, у меня загорелись там колонки, в общем там подоконники у меня тоже горели, фотографии горели, в общем всякое было в жизни, да, то есть почему это происходит, потому что, конечно же, опять же, либо вы что-то делаете не то, что нужно, либо опять же, да, произошло вот это столкновение между эгрегорами, либо же, как вариант, да, просто сильный негатив, если это именно чистка от негатива, который сопротивляется, потому что у любого негатива, да, есть такая способность. Но опять же, вернемся к вере, есть к тем, к пятым, к десятым силам, по сути это, знаете, выглядит со стороны, вот именно с точки зрения божественных сил, да, это выглядит примерно так, вы пришли к одним, попросили, где-то внутри, не сомневайтесь, что они вам помогут, либо что вы достойны, либо что они все-таки откликнутся, либо же, что они действительно такие классные, крутые, что они с этим справятся, и думайте, пойду-ка я к другим, да, то есть опять же, это не так, что вы там прям это целенаправленно осознаете, да, что вы там прям четко эту мысль преследуете, нет, это может быть у вас на бессознательном уровне, то есть вы просто сомневаетесь, и вы опять же на автопилот идете к следующим, да, так сказать, где, как говорится, где помогут, там и хорошо, все, и начинаете по кругу вот так вот всех этих обходить, кто заговоры читает, кто молитвы, кто руны использует, кто мантры, короче говоря, все подряд, но опять же, помните, пожалуйста, что абсолютно любая техника требует от вас энергетического вложения, и если у вас этого потенциала и так там всего ничего, и при этом мы еще 20 техник провели, на то, чтобы в вашу жизнь пришли деньги, потратив и уйдя при этом в минус, да, по своей энергетике, естественно, никаких благ вы не получите, потому что вы изначально уже вбухали столько, сколько вы не могли себе позволить отдать, и понятное дело, что даже если какая-то, какой-то поток энергии к вам придет, он пойдет просто в лучшем случае на погашение того потенциала, да, который вы растратили, вот и все, но именно видимого эффекта положительного, вот именно в контексте, для чего вы собственно проводили эту технику, конечно же, вы скорее всего не получите, а может даже, как я уже сказала, обратный результат, почему, потому что энергии потратили много, да, и при этом, естественно, ушли в минус, и той энергии, которая поступила к вам от высших сил, ее недостаточно, для того, чтобы, да, не то, что даже вам теперь уже помочь, а даже, чтобы покрыть вот эти дыры, которые вы наработали. Следующая благодарность, опять же, многие люди, да, склонны, к сожалению, принимать все, что в этом мире дается, как само собой разумеющееся, все у нас, я думаю, что, да, из присутствующих, есть две руки, две ноги, есть глаза, есть уши, да, есть обаяние, обоняние, то есть всякие вот эти моменты, да, которые позволяют нам видеть все красоты этого мира, да, действительно быть любимыми, любить взаимно, то есть, да, чтобы у каждого из нас было любимое какое-то дело, которое нам будет приносить не только моральное, но и материальное удовольствие, безусловно, наши близкие, то есть дети, там муж, я, там мамы, папы и так далее, и зачастую, конечно, мы склонны все-таки к этому относиться, знаете, как будто это что-то там, ну, скажем так, само собой разумеющееся, вроде как нам кому-то, что-то кто-то нам в этом мире должен, но на самом деле все то, что есть в вашей жизни, абсолютно все, что есть в вашей жизни, это ресурс, который вам дан Господом, понимаете, и знаете, вот есть такое выражение, Бог дал, Бог взял, поэтому не надо считать, что здесь кто-то, что-то есть ваше, ваша какая-то собственность, там типа, что дети, это ваша собственность, что муж, это ваша собственность, да, что там еще там что-то, здесь вашего по сути нет ничего, то есть это вам дано во временное пользование, и все, да, в виде как некого такого поощрения от Господа Бога, для того, чтобы опять же вы были, скажем, обеспечены всем необходимым для комфортной, полноценной жизни, если у вас эта жизнь некомфортна, неполноценна, значит тут два варианта, либо же вы этот ресурс растратили в пустую, в прошлой жизни, теперь просто пожинаете плоды этого, потому что во Вселенной есть защита от дураков, если вы это не цените, то следовательно вам перекроют все потоки, для того, чтобы вы начали все-таки это ценить, и второй вариант, когда вы накосячили уже так сказать в этой жизни, да, но опять же, безусловно с этим можно работать, далее принятие, то есть опять же с этим у многих проблем, то есть мы просим, мы очень активно проводим техники практики, но опять же при этом, да, действительно есть какие-то проблемы с принятием, то есть даже когда мы просим наших близких какую-то помощь во-первых многие даже от этого не могут сделать да то есть мы считаем что мы там опять же зачем мы будем идти зачем мы будем унижаться сейчас сто процентов нам откажут и так далее то есть вы сами то есть по сути ваш разум до ваше эго задетая ваше там самолюбие когда вам когда-то отказали да пусть даже это какой-то близкий человек и пусть даже человек который имел по сути ресурсы возможность вам помочь да ну не помог вам то есть отказал и может быть даже в какой-то жесткой форме это сделал да как-то унизил вас там ну то есть как бы да дал вам почувствовать что вы какая-то какой-то знаете вот такой человек как бы с руками не оттуда вода вот какой-то неприспособленные там и так далее вот и вы теперь и до вас закрался вот этот страх что вам сто процентов откажут что и многие женщины думают ой зачем я буду сейчас у этого мужа просить опять будет куча претензий постоянно сейчас будет куча недовольства до что вот он такой там мне там постоянно что-то покупает или что там я постоянно что-то от него прошу, то есть, что я, ну, там, что-то требую от него, да, то есть, что мне не купи, не дай, я постоянно недовольна, там, ну, то знаете, как бывает, что я эти деньги не рисую, там, да, там, пойди, тебе надо, пойди, заработай, ну, как вот обычно женщины накручивают тебя, ну, женщины, мужчины тоже, но женщины особенно, я бы сказала, вот, поэтому, когда вы подходите к мужчине, уже исходя с внутренней установкой на то, что он вам откажет, не удивляйтесь, что это так и получается, потому что вы сами себе программируете такое событие, то есть, наша судьба, наша жизнь, она, по сути, понимаете, состоит из таких, знаете, как бы маленьких таких, ну, как бы так выразиться, да, вот пленка, да, вот когда запечатляют наши фотографии, когда мы фотографируемся, да, вот эти пленочные фотоаппараты, и вот в этих, на вот этой пленке, да, есть вот такие кадры, так вот наша жизнь вот состоит из вот таких вот кадров, и если вы изначально заведомо в предыдущем кадре ставите себе установку, что следующий кадр будет негативный, да, то есть, вот он какой-то будет не такой, какой принесет вам счастье радость а которая принесет вам разочарование вот когда просто представьте да вы пришли на фотосессию и вам какой-то человек говорит ты знаешь представь себя какой-то расстроенный грустно да вот сделать такой грустный вид сделать грустные глазки как бы там дано надуть там как бы губы все для вас же эта ассоциация идет сразу же дату есть какой-то определенный образ который вас моментальном голове срабатывает то что это для вас естественно зачастую для каждого практически за это как раз таки вот это надутые губки грустные глазки такие да чуть ли не полуплачущие и так далее точно также здесь когда вы подходите к этому человеку внутри себя программируя именно на это то есть на такую реакцию естественно и именно это вы получаете не потому что ваш муж плохой там какой-то скупердяй а просто потому что вы поставили такую программу не только даже себе а даже мужу то есть вы по сути своими руками запрограммировали мужа на то чтобы он поступил вот именно так просто своим вот этим намерением и все поэтому это тоже конечно же негативно работает и с этим тоже нужно прорабатывать ну и далее когда вы просите у высших сил естественно мы просим да и мы считаем что мы должны что-то заслуживать и это тоже кстати вот ошибка ну не то чтобы ошибка я не считаю что это была ошибка это был просто мой опыт любой опыт какой бы он болезненный тогда и негативный не был это опыт благодаря этому опыту мы развиваемся с вами благодаря этому опыту мы становимся сильнее здоровее и знаю там умнее более просветление мудрее там да там и так далее так далее так далее так вот мой опыт опять же который был очень давно когда я только-только начинала ну сравнительно начинала да там где-то может быть полгода год прошел я пришла к молитвам до начала активных практиковать и когда я не видела по сути результата, да, вот то, что я просила исполнить мои желания, ну, по крайней мере, в том виде, в котором мне бы хотелось это видеть. Я считала, что я плохая, а на тот момент ко мне пришла информация по картам Таро, да, я обращалась к Тарологу, который мне сказал о том, что ну да, ты там в прошлой жизни, там немножко накосячила, да, там использовала там магию возводом, ну, либо же какое-то там свое высокое положение и так далее. Я все, для меня это, естественно, сработало, моментально запустилась программа самонаказания, то есть чувство вины, потому что я на самом деле такой совестливый человек очень в этом плане, да, и начала опять же себя корить, как я могла, как я вот могла такое допустить, как у меня там, да, так сказать, черт дернул, что я начала людям там, либо же каким-то там, да, там животным, либо вообще в целом планете Земля приносить какой-то вред, урон, понимаете, то есть сама начала самоедством вот этим заниматься. И когда я приходила к высшим силам, и когда по сути не получала, это не они мне отказывали, это я была просто не в состоянии это принять, вот и все. И поэтому, если вы, видимо, это не понимаете, то есть если вы это не осознаете, это не значит, что силы не хотят вам помочь, это значит, что есть в вас что-то, что не позволяет вам это как минимум просто принять, вот и все. И я считала, что я должна заслужить, что я должна это все вымолить, что я должна это все отмолить, что я должна выстрадать это, ну что, собственно говоря, где-то полгода и дело. И потом, когда в моей жизни появился очередной наставник духовный, да, он сказал, ты знаешь, Даш, это все, говорит, установки вот этих религий, там, да, то есть это все навязано. Ничего мы в этом мире здесь никого не должны. Наша первостепенная потребность, да, вот ради которой мы сюда приходим, это эволюция, но не страдание. И, конечно же, еще такие четыре основные задачи, которые стоят абсолютно перед каждым из нас. Первое – это любить и быть любимым, то есть научиться вот этой безусловной любви, ни за что-то, ни почему-то, ни для кого-то, да, а именно вопреки всему, что бы этот человек ни сделал, каким бы он ни был. То есть когда вы любите человека таким, какой он есть, вы, по сути, принимаете в этом человеке, да, творца, то есть вы позволяете этому человеку быть таким, какой он есть, не ломая его, не переделывая его, не диктуя ему какие-то свои там правила установки и устой. Он такой, какой он есть, точно такие же, как и вы сами. Ну вот согласитесь, когда вам кто-то начинает вас ломать и говорит, слушай, ты там неправильно живешь, ты неправильно делаешь, ты неправильно думаешь, ты неправильно одеваешься, согласитесь, вам же это неприятно, Особенно, если это делает человек, от которого, ну, либо же, да, скажем так, вы очень зависимы, то есть вы там как бы передаете ему какое-то такое излишнее, да, внимание, вот это вот ценность его словам, там, важность его словам, и вот он начинает вас критиковать, что вы какая-то неприспособленная, руки у вас не оттуда, готовить вы не умеете, стирать вы не умеете, ничего вообще вы в этом мире не умеете, и так далее, и так далее. Согласитесь, вам же неприятно, у вас же не вырастают от этого крылья за спиной, и вам хочется еще больше горы свернуть, да, и для себя, и для этого человека, чтобы доказать, да, еще больше, что вы там вообще там прям мега-мега-мега-мега-талантищи. Ну, кстати, тоже проблема вот это доказывание, да, это тоже проблема низкой самооценки и нелюбви к себе, когда, опять же, почему мы кому-то что-то доказываем, потому что мы себя не любим, и потому что мы придаем излишнее внимание оценке извне, но при этом игнорируем себя. Почему какой-то дядя или какая-то тетя, даже если ей там 75 лет, и она прожила там, да, прошла там и Крым, и Рын, то есть кто, по сути, дает ей право, да, говорить вам о том, что вы хороший человек, либо вы плохой. Она не проживала вашу жизнь, понимаете, она не проходила те испытания, которые проходили вы, возможно, вследствие которых вы озлобились, поэтому понятное дело, что какой-то человек извне, он может лишь только констатировать факт, что в вашей жизни было что-то, да, что сделало вас таким, либо такой, но не то, что вы какая-то там не такая, да, или вы там что-то, вот какой-то недостойный человек. То есть понятие достойности, опять же, очень растяжимое. И следующий момент, когда, собственно говоря, да, вы пытаетесь, то есть внутри себя, как бы, да, то есть придаете вот это мнение извне другим людям, как бы, но при этом забываете о своих достоинствах. То есть зачастую что? Нас постоянно критикуют, нас постоянно ругают, нас мало хвалят, да, нас мало как бы поощряют как-то, да, вот, например, там, наши там родители, там, наши близкие, учителя и так далее. Но зато мы, когда что-то плохое сделали, все, замечают это чуть ли не все и каждый. Естественно, впоследствии это тоже воспитывает нас такую программу, да, такую нездоровую привычку, что если мы добиваемся чего-то хорошего, ну, например, кто-то научился варить борщ, кто-то научился там стоять на голове, там, кто-то научился делать колесо, кто-то пошел там занялся танцами, да, там, танцами живота, кто-то научился, может быть, там, стал хорошим нумерологом, там, торологом, астрологом и так далее. Но при этом на фоне с теми вашими ошибками, которые вам там озвучили другие, которые вы сами в себе нашли, вы считаете это такой мелочью, а даже, может быть, даже в какой-то степени совпадением, да, там, ну, какой-то, так, ну, ладно, там, чини, как бы, да, там, подвиг. Почему нет? Почему вы себя обесцениваете? Почему вы пишете свои имена с маленькой буквы? Почему вы считаете, да, что вы недостойны? То есть еще раз повторюсь, что когда вы, когда у вас нету вот этого внутреннего состояния богатства, когда у вас нету внутреннего состояния любви и принятия себя, вы это транслируете во внешний мир. Если вы хотите много денег, так осознайте, что вы богаты, осознайте, что вы изобильны уже сегодня, не когда-то там, когда в вашей жизни будут заводы, пароходы, а уже сегодня. Ведь то, что вы даже живете в этом мире, в том, что у вас есть родные и близкие, в том, что у вас есть две руки, две ноги, два глаза, да, там, что возможность видеть это, слышать, общаться, познавать этот мир, понимаете, как бы, это уже ведь бесценное богатство. Почему же вы принижаете вот это все в вашей жизни? И внутренне, когда вы чувствуете себя бедным, несчастным, убогим, еще раз повторюсь, вы это транслируете в мир. А мир думает, ну, раз ты так думаешь, хорошо, мы тебе создадим все условия, в которых это действительно ты увидишь, понимаете, извне. Потому что, опять же, миру вообще, собственно говоря, все равно, что транслировать, да, ему неприятно, ему больно на это смотреть. Но раз вы так себя ведете, как он может поломать вашу свободу воли? Он не может ее нарушить. Даже есть и ваши духовные наставники, даже ваши ангелы-хранители, которые искренне желают каждому из вас помочь, они не могут вмешаться в вашу судьбу, когда вы об этом не просите. У них нету таких полномочий. Они не могут уберечь вас от смертельной опасности. Когда вы про своего ангела-хранителя вспоминали, наверное, в последний раз в 9 лет, когда мультик смотрели, там, правильно, не знаю, там, ну, там, где про этого ангела, там, да, там кто-то что-то рассказывал. Поймите, высшие силы, они не работают по принципу, как люди, да, что я знаю, я мудрее, я умнее, там, я вижу свысока, я вижу сдалека. Там нету такого, то есть они всегда наблюдают за нами, они всегда передают наши просьбы, да, даже если они негативные, то есть они просто передают то, что мы, как бы, здесь излучаем, да, туда наверх, поэтому это сбывается. Но когда они пытаются нам помочь и когда они хотят это сделать, конечно же, они не имеют права этого сделать. Поэтому даже если ваша элементарная просьба к ангелу-хранителю с утра о том, чтобы он вас сохранил, чтобы он вас защитил, чтобы он вас направил по пути вашего истинного предназначения, чтобы он вам помог, да, принять этот день с любовью, да, вот и той тотальной, безусловной любовью, благодарностью, принятием, да, всепрощением, который, естественно, и учит нас всех создателей, а не то, чтобы там быть богатыми, да, там быть какими-то там звездами, там известными и так далее. Это все безусловно важно, но поверьте, не меньше, чем то, да, наш именно духовная вот эта составляющая, потому что мы сюда приходим именно ради этого, ради духовной эволюции, ради того, чтобы выйти за рамки тех ограничений, которые в той или иной жизни нам навязывают социум, которые в той или иной жизни нам навязывают наши страхи, наши блоки, наши сомнения, наши вот эти детские травмы, да, воспитание, того окружения, где мы рождаемся и, собственно говоря, растем в своей первой семь лет. Вот и все. И это вам все тоже, опять же, дается не для наказания, а для того, чтобы вы, у вас была мотивация. Когда вы в детстве падаете, разбиваете коленки в кровь, и когда вам мама говорит, я же тебе говорила, да, там, не бегай, смотри под ножки, там, аккуратно ходи, и вы встаете, и на десятый раз, когда вы уже эту колену разбили, там, по десятому кругу, да, уже по живому мясу просто счесали, естественно, вы в следующий раз не бежите, вы смотрите под ножки, потому что вы знаете, что вы упадете, вы разобьете, и вам будет больно. Точно так же и по жизни. Почему создатель придумал, да, вот эти коленки, на которых мы падаем? Чтобы потом, когда мы во взрослой жизни выросли, мы понимали, что вот эта боль, которую мы проживаем, это лишь толчок, волшебный вот этот пинок, это лишь определенная мотивация. Когда вам что-то нужно, согласитесь, когда вам в детстве нужна была игрушка, и когда вам мама сказала, ну, ты знаешь, сынок там, или дочечка там, да, давай договоримся с тобой так, это, ну, как бы, да, это много денег, давай на Новый год, как бы, да, но только давай ты себя будешь хорошо вести, будешь приносить хорошие оценки, там, да, будешь маме там помогать, ну, там, у каждого это было что-то свое. Естественно, ребенок понимает, так, я хочу это, мне нужно что-то для этого сделать, да, то есть, опять же, вас учат, что если вам что-то нужно, к этому нужно приложить усилия. Это не значит, что вы там должны там встать и баржи разгружать. Понятно, что не у каждого такая задача, и в большей степени, если человек развивается, он не ходит эти баржи, не разгружает, то что он, ну, как бы, находит себе другие таланты, ресурсы и возможности, которые позволяют ему все-таки заниматься какой-то более такой нормальной, да, более высокооплачиваемой деятельностью, без ущерба, там, для себя, там, для своего времени и так далее. То есть, более эффективно, да, тратить свои ресурсы, которые здесь вам даны, вот. И мама вам, да, как говорится, смотивировала вас, то есть, если ты хочешь, пожалуйста, хорошо, без проблем, я тебе там, да, там, Дедушке Морозу там делаем заказ, там, напишем письмо, неважно, по сути, все, и вы потом что получаете? То есть, вы начинаете стараться хорошие оценки получать и так далее. У вас есть мотивация. Точно так же и здесь, когда вы сюда приходите, как вас заставить действовать, как вас заставить развиваться, если вы сами к этому осознанно не приходите? Ведь далеко не каждому из нас посчастливилось родиться в семье там каких-то магов, колдунов, каких-то священников, да, то есть, каких-то таких высокодуховно просветленных людей, которые могут вам это передать в момент воспитания. И ведь не все, вот я, например, родилась, у меня мама бухгалтер, папа милиционер был, ну, то есть, понимаете, да, что вообще далекие от эзотерики вещи и понятия. Да, любовь к Богу, вера в Бога там, да, то есть, я христианка, как бы, крещеная и так далее, это безусловно, да, но именно то понимание, что Бог – это есть нечто такое, да, вот, ну, как бы, то светлое, как бы, ну, никак не хочу там, да, обидеть или как-то там, как-то умолить там заслуги, вот, да, там, сказать, там, ну, как бы, существовали ничто, да, нечто в нашей жизни, что, опять же, любой ситуации нас любит и готов нам прийти на помощь и помочь, если мы об этом, опять же, попросим. То есть, если мы проработаем свою гордыню, потому что, если вы не умеете просить, особенно, если вам нужна помощь, и вы понимаете, что в вашем окружении есть человек, который располагает либо информацией, либо ресурсами, либо деньгами, ну, либо чем-то таким, что может вам как-то помочь в вашей ситуации, это не факт, что он должен вам помочь, и это не значит, что он вам поможет, но если он есть в вашем окружении, в принципе, для вас это актуально, вы имеете, естественно, полное право его об этом попросить. Поможет он, не поможет, это, конечно, вопрос открытый, то есть у каждого это будет какой-то свой опыт, но тем не менее, да, то есть у него это своя будет карма нарабатываться, у вас своя, но то, что вы, если не просите, потому что, знаете, да, что, опять же, начинаете себе там придумать, вот, он мне в прошлый раз отказал, лучше его не просить, зачем это надо, там, в лишний раз унижаться, зачем я буду вот это с протянутой рукой стоять, и так далее, это все гордыня, поймите, гордыня это не только, когда вы там считаете, да, там, типа, все там, да, там, ну, там, типа, выше меня там только звезды, там, а все остальные, как бы, мусор, да, вот, когда вот это тщеславие, высокомерие и так далее, гордыня это когда вам нужна помощь, а вы не можете ее о ней попросить, это когда, да, вас кто-то обидел, а вы не можете простить, потому что вы считаете, что как это так, да, вот он такой гад-паразит, меня такую красавицу умницу обидел то есть понимаете да я конечно несколько ну как бы утрировано примеры привожу но чтобы вы просто понимали что вот это есть гордыня гордыня например есть когда опять же вы считаете что вы недостойны то есть вы по сути считаете что ваша вот эта божественная сущность она какая-то не такая с какими-то изъянами с какими-то недоработками что вы недостойны принять вот это изобилие и богатство и любовь в свою жизнь просто без страданий просто принять просто попросил просто принять и все это тоже гордыня понимаете и много проявлений в чем это может гордыни проявляться есть даже такая статья в интернете да вот и там по моему как-то там написано и помню точно дословно название но там 40 40 видов да вот как бы как проявляется гордыня поэтому кто захочет можете найти почитать и просто переосмыслить как вы себя реально ведете вот и далее следующий момент ежедневные действия опять же да то есть вот мы читаем какую-то молитву либо же там разово тогда проводим какую-то технику практику либо кто-то нам там сказал там нагадал что завтра будет нам счастье да ну да и следовательно мы сидим такие думаем в принципе все значит есть у нас это уже там замаячила на горизонте мы уже как бы понимаем то есть получаем какие-то намеки и знаки от вселенной значит все можно так сказать выдохнуть расслабиться и вот это вот все желаемое придет нашу жизнь но нет сожалению это не так то есть даже когда вы приводе и приходите к какому-то специалисту который делает вам позитивный положительный прогноз это говорит безусловно о том что до вашей жизни до ваше пространстве есть определенную как когда информация которая помогает и вам и этому специалисту вам как бы передать до что да то что вы желаете то что вы хотите безусловно вашу жизнь придет да может точнее прийти то есть те теоретически даты в принципе вы там у вас нету там какой-то такой прям программы там вечного там одиночества или что-то в этом роде вот и вы понимаете да что но все классно как бы да я достигла там своему то есть полтора годика подожду и через полтора годика приедет мою придет мою жизнь там принц на белом коне и так далее но как правило все-таки специалист который считывает эту информацию он видит эту ситуацию да эту информацию исходя из вашего сегодняшнего нынешнего текущего положения понимаете в том числе исходя из тех попыток исходя из тех усилий которые вы прикладываете на сегодняшний момент и зачастую когда мы очень много сил прикладываем и это не дает никакого результата нам видимого вот только тогда мы приходим к специалисту правильно но зачастую именно так происходит когда мы и так и это это и это и нам ни то ни то не помогает и тогда естественно мы обращаемся к специалисту чтобы спросить почему же не помогает почему же у вас и у пети у светы сработало у меня не срабатывает и вот собственно в этот момент опять же вселенная вам показывать что да все возможно но ваша задача не останавливаться то есть вот то что что вы делаете вот на сегодняшний момент вашей жизни но либо же те корректировки которые вносит вам специалист вот это вот если вы будете это делать постепенно это будет открывать возможно перед вами какие-то еще новые знания какие-то новые возможности новые грани до новые перспективы и тем не менее так или иначе да вы дойдете до желаемого да то есть вы получите то что вы хотите но опять же если вы будете прикладывать к этому ежедневные усилия они так что вы там 15 минут провели технику все остальные 23 часа в сутки сидите и негативить о том какая вы бедная несчастная убогая там богом лишенная там да там всякой поддержки там но не знаю то есть там да там судьба просто вас там жутко наказала там и так далее так далее мир там несправедлив ну то есть понимаете да как вы думаете то есть просто представьте себе в процентном соотношении вы проводите технику один раз там образно там в полгода либо же даже там пусть каждый месяц вы проводите эту технику зачастую среднем это где-то от 15 минут до часа правильно и все остальные 29 дней там тире там 30 дней в месяц вы думаете о том что у вас куча долгов что у вас куча кредитов чтобы больны чтобы одиноте что вы несчастный что вы никому не нужно что муж козел что дети не такие что работник работ ники либо коллеги не такие начальник жмот и так далее, и так далее, и так далее. Как вы думаете, а где фокус вашего внимания, туда уходит ваша энергия. Как вы думаете, собственно говоря, что из вашего вот этого всего исполнится? Ваша техника, которую вы провели 15 минут, или те многочисленные часы в течение всего вашего месяца, которые вы каждый день думаете изо дня в день, только плохо, только негативно? Ну, я думаю, что ответ очевиден, согласитесь. Поэтому вот такие моменты, конечно, они тоже влияют. Не думайте, что одна практика решит все ваши проблемы. Ее просто не существует. Если бы была такая волшебная практика от всех проблем разово, вот был бы там какая-то такая ступень, там мега просветленности, которая позволяла бы вам все иметь все и сразу, не было бы целесообразности вашего нахождения на планете Земля. Потому что, еще раз повторяюсь, мы сюда приходим развиваться. Мы не приходим сюда на курорт. Да, мы приходим сюда любить, радоваться жизни, безусловно, да, то есть быть там, жить в изобилии, в богатстве, но не в том ключе, как многие это понимают, что типа сесть на попу ровно, извините, да, и получать только удовольствие, получать только счастье, радость, изобилие за красивые наши глаза. Да, наши красивые глаза мы там, наверху можем это получать. Мы сюда приходим, понимаете, преодолевать какие-то трудности, преодолевать какие-то сложности, какие-то преграды, ломать какие-то стереотипы, ломать какие-то стены для того, чтобы завтра, да, то есть быть лучше, чем вчера. Единственный человек, с которым вы должны себя сравнивать, это вы сами, но со вчерашним, понимаете, не критиковать, а находить себе плюсы, ставить себе первостепенно каждый день какие-то маленькие такие задачки, да, которые выполнимы для вас, которые, безусловно, позволят вам поверить в себя и сказать, что да, сегодня я достиг вот этого, вот этого, вот этого, да, и сегодня я 100% лучше, чем вчера. Все, а не так, что, ой, Машка купила там шубу, ой, там Машка вышла замуж за бизнесмена, а я вот такая вот, а у меня вот так вот все плохо, печально и так далее. То есть, понимаете, вы сами себя провоцируете вот это сравнение. Понятно, что это из детства 100% вашего идет, но опять же, осознайте, что вы ценность пометите не менее, да, чем это ваша Машка, понимаете, либо же там, не знаю, там Вася какой-то сосед. Вы такой же уникальный человек, вы такая же уникальная личность, у вас есть набор тех качеств, которых нет ни в одном вообще живом существе на планете Земля. Найдите в себе вот эту изюминку, поверьте в себя, осознайте свою ценность, еще раз повторяюсь, не цену себе, а именно ценность, важность в этом мире. Потому что вы такой, какой вы должны здесь быть, понимаете, и вы совершаете те поступки, которые вы должны были совершить, чтобы опять же наработать какой-то определенный опыт, вследствие которого, возможно, да, какие-то негативные, может быть, там где-то вы ошиблись, оступились, но тем не менее, это опыт. Мы не можем поступать всегда только правильно. Опять же, кто вот это определяет правильно? Только Господь Бог может сказать, ты тут был прав, а тут был неправ, тут ты простил и принял, а тут ты не простил, обозлился или обиделся, или проклял этого человека или еще что-то. Это вот только там, наверху нам могут ставить даже не оценки, а опять же, в какой-то степени говорить о том, что правильно в этом мире или несправедливо, или справедливо, или неправильно. Все. Другие люди, которые не знают вас, которые не знают вашей внутренней боли, которые не знают тех-всех вот этих граней ваших талантов и ресурсов, которые заложены в вас создателем, они не могут говорить о том, что вы там бездарны, они не могут говорить о том, что вы там никто, зовут вас никак, вы себя ничего не представляете, вы ничего в этой жизни не добьетесь. Это их ограниченное мышление, это их негативный какой-то опыт и какое-то их ложное мировосприятие, поэтому никогда не меряйте себя данным вот эти оценки. Всегда вот если вас кто-то пытается извне критиковать, всегда умейте остановить таких людей, не слушайте этот бред, не слушайте эту критику, потому что эта критика, опять же, она глубоко ранит вас в душу, и чем больше ваша душа вот такая израненная, тем больше из нее вот эта энергия боли, страданий сочится, тем больше вы еще этих страданий в свою жизнь притягиваете, вот и все. Дело не в этом человеке, а в том, что вы воспринимаете этого человека как Господа Бога в вашей жизни, поймите, вам всегда дается выбор, принимать это или не принимать, пока вы не принимаете этот негатив, это негатив этого человека, поймите. Да, вот он такой человек, все, он ниже вашего уровня, понимаете, по развитию, поэтому он не в состоянии найти у вас положительные качества. Запомните, что те люди, которые вас критикуют, те люди, которые вам говорят какие-то гадости о том, что вы там какой-то не такой, что вы там какая-то не такая, ну, в моей жизни тоже есть такие люди и были такие люди, сейчас их, конечно, гораздо меньше, потому что, опять же, меняется мое внутреннее отношение к себе, меняется мое отношение к людям. То есть я не превозношу теперь их, как это делала я раньше, понимаете, даже если это какой-то взрослый человек, даже если это какой-то более опытный, как ему кажется, человек, понимаете, этот опытный человек не знает моих внутренних каких-то ресурсов, талантов и всего того, да, всего того колоссального труда, который я вкладываю, например, в свою деятельность и работу. И как он может сказать, что я там какая-то не такая? Это с его точки зрения, понимаете, а другой человек, например, который в состоянии оценить по достоинству другого человека, потому что, опять же, он находится как минимум на одном с ним уровне развития, на более высоком, потому что он в себе эти качества видит и он умеет, он, понимаете, как бы сказать так правильно, он в состоянии принять какие-то хорошие, добрые, светлые качества в других людях, то есть он не завидует, он ими восхищается, понимаете? Ну, это, конечно, вопрос времени, да, рано или поздно, ну, в большей степени все-таки людей так или иначе к этому приходят, ну, по крайней мере, если к этому стремятся. Если же вы, опять же, будете вот так вот постоянно слушать только окружающих, вы проживете чужую жизнь, вы проживете до 50, до 60, до 70, до 80 лет, а глянетесь назад и вам реально даже вспомнить нечего будет, потому что, опять-таки, вы прожили, понимаете, угождая всем и каждому, но только не себе. Полюбите себя, полюбите своего внутреннего ребенка, который вам через ваши эмоции, только когда вы принимаете какое-то решение, спросите свою душу. Если вы внутренне какой-то чувствуете вот этот дискомфорт, какой-то зажим, какой-то скрежет, какой-то холод, да, какую-то вот эту боль, какой-то, ну, что-то такое, как отторжение какое-то, значит, это что-то не то. Либо это вообще негативное, да, то есть это что-то ложное, либо это не нужно вам на сегодняшний момент в вашей жизни. То есть не надо, конечно, по вот этому внутреннему дискомфорту, да, так сказать, опять же, вешать своеобразные тоже ярлыки, что это плохо или там это негативно, или это человек ужасный. Нет, просто на сегодняшний момент это не то, что вам нужно, то есть не то, что нужно вашей душе для ее дальнейшего пути. Вот и все. Но и опять же, помните, у вас есть выбор всегда, вы не жертвы, выходите из этого состояния, потому что, когда вы считаете, что вас судьба побила, побила ваша собственная безответственность, когда вы передаете бразды правления своей судьбой в руки других людей, когда вы придаёте, опять же, значение словам своего начальника, своих каких-то коллег, друзей, подружек, там, даже там вашего, там, мужа, там, да, там, ну, не знаю, там, вашего близкого окружения, учителям, там, да, который для вас значим. Более того, я скажу честно, далеко не все эти даже духовные ваши учителя являются какими-то такими, ну, прям, мега-гуру просветлёнными, да, которые никогда в жизни не отстанут от вашего уровня, да, и всегда будут вас видеть только-только хорошие. Это только исключительные люди. Даже в моей жизни были такие преподаватели, которые, ну, скажем так, в какой-то момент в моей жизни, да, всё-таки позавидовали, проявили какую-то, да, вот, ну, скажем, вот такую критику какую-то, да, начали там как-то, опять же, вставлять палки в колёса, потому что не в состоянии были пережить успех, да, что учитель превзошёл своего, ученик превзошёл своего учителя. Такое тоже может быть в вашей жизни, поэтому нормально к этому относитесь, принимайте, как это, знаете, вот, просто принимайте, и всё, не надо искать в себе изъяны, потому что тот, кто ищет, всегда найдёт, понимаете, когда вас начинают искать какие-то комплексы, либо же вы их сами себе начинаете искать, вы их 100% найдёте, потому что то, во что вы верите, существует в вашей реальности, понимаете, если вы верите, что чёрная кошка, которая перебежала вам дорогу, это к добру, поверьте, это будет к добру, даже вопреки всем вот этим утверждениям, которые там приметы написаны, понимаете, если вы верите, что это чёрная кошка к негативу, то да, это именно так и будет работать. потому что у каждого из нас своя реальность, и вы не можете точно так же влиять на реальность других людей, просто потому что, да, мы можем, как вы думаете, во благо для них, да, вы более мудрые, вы более просветленные, вы более осознанные, и вам хочется как бы, да, подтянуть своих близких к этому уровню, но поймите, пожалуйста, что у ваших близких свой определенный жизненный урок, понимаете, их много этих уроков, и когда мы вмешиваемся в их судьбу без их ведома, без их просьбы, либо же когда мы начинаем это делать силой, то есть вам говорят, не лезь, а вы лезете, естественно, вы нарушаете свободу воли этих людей, то есть вы, по сути, этой душе запрещаете и лишаете ее возможности пройти те уроки, пройти те испытания, ради которых она сюда пришла, которые сделают ее сильнее, когда она их преодолеет, понимаете, не когда она их избежит, или же избежит с вашей помощью, и даже не поймет, что она там где-то в прошлых воплощениях была неправа, а когда она это проживет, сделает соответствующие выводы, может быть, не с первого раза проживет, может быть, 25 раз она повторит одну и ту же ошибку, но тем не менее повторит. Если вы хотите дать совет, если вы хотите помочь, дайте совет, но как бы так, без какого-либо давления. То есть поступай, как знаешь, мой папа, Царство Небесное, говорил мне всегда очень мудрые слова, что, доченька, смотри, чтобы всегда поступай, да, как говорится, так, как тебе хорошо, чтобы было тебе хорошо. И вот знаете, в то время я не придавала такого глобального значения этим словам, а ведь надо было бы, потому что, опять же, вот этот социум, который достаточно обозленный, да, вот такой, который, ну, действительно, лишен вот этого любви, заботы, принятия таких каких-то человеческих, действительно, качеств большой буквы, и, конечно же, он, ну, скажем так, заклюет любого и каждого, но ваша задача быть выше этого, не осуждать, а просто смотреть на этих людей, вот знаете, вот как Бог смотрит на каждого из нас, ведь каждый из нас совершает далеко не всегда какие-то, да, такие хорошие, правильные поступки, но он же не осуждает нас, он смотрит на нас глазами, да, через любовь, он нам показывает, что здесь, да, вот ты проявил какой-то страх, вот здесь ты проявил гордыню, это ниже твоего собственного достоинства, твоя душа, она многогранна, она гораздо, она гораздо больше, глобальнее, понимаете, она гораздо чище, она гораздо божественней, чем ты опускаешь ее до вот этого, понимаете, животного какого-то инстинкта, вот и все, но никогда не унижает вас, не говорит, слышишь, ты там, да, там, ты там какой-то не такой, ему наоборот, точно так же больно, понимаете, что вы не верите в себя, потому что вы, по сути, не верите в Бога в себе, а ведь в каждом он из нас внутри, не в церкви Бог сидит там на стульчике и ждет, пока вы придете, и не спустится он к вам с небес и в дверь к вам не постучит, у Бога нет других рук, кроме наших с вами, и если эти руки ваши собственные постоянно себя избивают, вот так вот, да, как-то унижают, то есть делают что-то такое, что приводит вас к страданиям, то кто виноват в этом? Надеюсь, понятно, да, то есть не хотелось бы вас все-таки, так сказать, в негатив, вот в эту глубину настолько сильно, но так получается. Значит, смотрите, дорогие мои, дальше я вам предлагаю сделать нумерологический расчет, да, конечно, кратенько я расскажу значение, если кто-то хочет более подробно об этом узнать, присоединяйтесь на курс, мы там на курсе тоже это разбирали, я очень подробно рассказывала, значит, собственно говоря, ну, все то, что да, успею, пожалуйста, принимайте во благо для себя, буду очень рада, если вам это пригодится, да, на благо. Итак, что вам нужно сделать для того, чтобы просчитать, да, ваш персональный год, то есть ту планету, которая будет на вас оказывать очень мощное влияние в рамках 2018 года, и по сути те ресурсы, которые вам будут даны, и те задачи, которые перед вами будут стоять. Значит, для этого вам нужно записать ваш день, и месяц рождения, после этого нужно дописать желаемый год, да, который вы хотите просчитать, то есть вы год пишете не своего рождения, а именно тот год, который вы хотите просчитать. Ну, на моем конкретном примере, это 12.06.2018 год. Следовательно, далее мы считаем 1 плюс 2, плюс 0, плюс 6, плюс 2, плюс 0, плюс 1, плюс 8. Я учитываю даже нолики, почему? Потому что те, кто новички, да, они могут немножко запутаться, потерять вместе с ноликами еще какую-то циферку, поэтому, дабы вы не сбились, я вам рекомендую на калькуляторе, либо же там, если кто-то в столбике считает, да, считайте вот именно со всеми ноликами там, и все то, что входит в эту дату. И потом приводите, да, к однозначному, так сказать, значению. В моем случае это двоечка. На, опять же, на прошлом занятии в рамках этого курса мы разбирали кармические числа, то есть кармические числа это 13, 16, 14, 19, ну и еще отчасти 12, 10 и 15. Вот вчера я очень подробно рассказывала об этом, более двух часов длился урок, где я давала конкретные рекомендации, понятное дело, что и техники эзотерические, да, вот именно как очистить карму, как ее улучшить, но и при этом, конечно же, как даже своими собственными ежедневными поступками не ухудшать нашу карму, потому что наша карма, по сути, это, еще раз повторюсь, следствие нашего выбора. И этот выбор может быть как правильный, так может быть и неправильный. Поэтому, да, то есть как бы, как сказать правильный, то есть во благо для вас, да, либо же не во благо для вас. Поэтому, если вы так или иначе где-то оступились в прошлом воплощении, ну либо же в этой жизни, да, то есть вот есть, например, такие коды, которые категорически запрещают брать кредиты и долги. И вот вчера некоторые мои участницы курса сидели и подтверждали, да, что мне нельзя брать кредиты, а я их взяла уже, так сказать, до предела. Сколько можно было, столько взяла. Ну либо же, да, там какие-то другие моменты проигрывались, они это действительно подтверждали. Это все работает, тем более, что эти коды к вам могут приходить не только в вашем персональном году, это может приходить в вашем дне рождения, да, в вашей дате рождения, в номере вашей квартиры, в номере вашего дома, в номере вашего кабинета, да, где вы работаете. То есть может быть приходить в номере вашего телефона, даже в номере машины, то есть вообще где угодно, то есть где есть цифры, либо где есть какие-то буквы, которые так или иначе можно перевести в числовой ряд, да, там эти коды могут у вас появиться. В номере школы, где вы учитесь, в номере транспорта, да, общественного, на котором вы ездите на работу, то есть где угодно, в номере роддома, в конце концов, да, то есть вот где есть цифры, как я уже сказала, ну, например, в этом году, да, я ходила на массаж, и я попала в номер кабинета, да, вот с кармическим кодом, который очень, так скажем, поверхностно достаточно проигрался у меня, но почему поверхностно, потому что я сразу, естественно, считала моментально эту информацию, что вселенная меня предупреждает, да, что есть такая опасность, что нужно, естественно, конечно же, быстренько поработать, подстелить соломки, и чтобы вот эта буря, да, так сказать, от нее, она, чтобы она прошла стороной, чтобы отделаться просто легким испугом, что, собственно, в моем случае и получилось. Да, Леночка, доводим до единички, то есть 1 плюс 9 будет 10, после этого 1 плюс 0 будет единичка, то есть доводим до единички. Ну, так как вы написали двузначное число, бонусом вам скажу, что ваша задача в этом году – блистать. В старой нумерологии, да, это код солнышко, старший аркан, который дает вам признание, успешную самореализацию, выздоровление, рождение деток, создание крепкой семьи. Это все прекрасно, да, но в большей степени первостепенно – это чтобы вы были вот таким манящим солнышком, который будет, ну, то есть, да, человеком таким, который будет очень обаятельным, привлекательным, ярким, заметным и так далее. Ну и в сумме десяточка – это число руководителя, поэтому ваша задача, да, в какой-то степени ваше предназначение, да, и ваша возможность, которая откроется перед вами в этом году – это будет должность руководителя. Если вы до сих пор ее не заняли, то у вас есть все шансы для этого. Да, пишем, пожалуйста, свои ответы в чате, чтобы я понимала, на каких числах более подробно остановиться, чтобы я понимала, что у вас нету сложностей с подсчетом. Если кому-то сложно, пишите в чат, ну, понятное дело, что, да, я надеюсь, не все, там, более 30 человек напишут в чат, потому что всех я посчитать, конечно, не успею. То есть, если кто-то из вас, ну, прям, ну, очень-очень-очень сложно и вообще прям, ну, непонятно и запутались, пишите, тогда будем сейчас разбираться. Так, вижу ваши результаты, пишем еще, чтобы потом мы к этому не возвращались. Так, вижу ответы, все, тогда начинаем. Да, я сейчас открою вам слайдики, вы сможете их сделать в принт-скрин экрана и потом в случае чего просто себе переписать. Лучше, конечно, перепишите. Итак, двигаемся последовательно, никого не пропущу, поэтому не волнуйтесь, не бежим впереди паровоза. Единичка, да, единичку у нас курирует солнышко, то есть то, что я сказала, да, вот, выше Елене. Солнышко – это начало всего нового, да, то есть посев, так называемый, посев семян, то есть это может быть новая работа, может быть новые отношения, это может быть совершенно даже новая деятельность, да, новая профессия, в которой вы никогда, собственно, не работали, да, то есть у вас нет опыта. Ну, то есть что-то совершенно новое, начинаемое, да, вами практически может быть с нуля. Также этот год крайне благоприятен для активности, то есть если вы будете стоять в стороночке и ждать манны небесной, это не поможет, то есть ваша задача быть активным, то есть привлекать к себе внимание, заявлять миру о себе, заявлять о своих талантах, заявлять о своих возможностях, о своих идеях. Ну и конечно же карьера, слава, социум, самореализация успешная, все что связано с финансами в том числе, но в большей степени посредством вашей либо же самореализации, либо профессиональной деятельности. То есть не так, что там просто, хотя как вариант, муж тоже может денег вам принести, потому что единичка это еще и солнце, единичка это еще и ваш папа, и отношения с папой, поэтому в принципе как вариант такой тоже может быть. Единственный такой момент, что единичка дает проблему с гордыней, да, дает проблемы с высокопоставленными людьми, ну кстати, если она у вас проработана, да, вот эта проблема с гордыней и в отношениях с отцом, то в принципе да, это может дать даже поддержку высокопоставленных людей. А если же есть какая-то непроработанная вот эта, да, психосоматика, то есть внутренняя какая-то неуверенность, низкая самооценка, нелюбовь к себе, да, задетое какое-то ваше вот это самолюбие и себелюбие, то есть некий может быть эгоизм уже в какой-то степени, да, ну и как я уже сказала, гордыня, такое высокомерие, тщеславие, либо же как вариант плохие взаимоотношения с папой по умолчанию могут дать проблемы в карьере, по умолчанию могут дать проблемы в достижении ваших целей, да, в их постановке, в естественно ресурсах, которые вам необходимы для того, чтобы этих целей достигнуть, ну и во взаимоотношениях с мужчинами и во взаимоотношениях с высокопоставленными людьми. То есть могут быть там какие-то проблемы или там какие-то может быть судебные процессы, какие-то разбирательства, какие-то нападки со стороны госслужб каких-то, это может быть там милиция, полиция, то есть какие-то, да, там вот такие государственные учреждения, то есть те люди, которые имеют какую-то власть, так или иначе, то есть это не так, что это прям ваш руководитель обязательно, хотя он тоже в принципе вполне может быть, поэтому, пожалуйста, если проблемы с отцом, прорабатываем, ну и если, как я сказала, да, внутренний самонегатив, естественно тоже это учитываем и прорабатываем, то есть перед вами это будет стоять первостепенно, если вы не будете этого делать, вселенная будет вас снова и снова возвращать на те же самые грабли, пока вы, собственно говоря, эти грабли, да, так сказать, не, либо не обойдете, ну либо же, да, собственно, не разобьете их до такой степени, что они просто поломаются. Далее, персональный год двоечка, это луна, луна у нас отвечает за маму, за наши взаимоотношения с мамой, за наши, Ирочка, значит нужно прорабатывать, потому что я сказала, я не пугаю ни в коем случае, моя задача не напугать вас, не устрашить, да, не рассказать вам какой-то негатив там, чтобы вы в него погрузились, моя же задача вас максимально предупредить там, где нужно будет прорабатывать, причем работать, да, ну достаточно так, колоссально и основательно, если вы это будете игнорировать, вы будете просто стучаться в пустую, понимаете, закрытую дверь, поэтому если вы хотите решить эти проблемы, да, ну либо же избежать проблем, которые я озвучила по единичке, прорабатывайте отношения с отцом. На курсе мы это делаем, поэтому присоединяйтесь, очень много техник на прощение, на принятие, да, на гармонизацию отношений, поэтому любой для себя что-то подберет. Далее двоечка, это луна, то есть еще раз повторяюсь, это наша мама, это наши отношения с мамой, это наши взаимоотношения с детьми, это в принципе здоровье, да, нашей мочеполовой репродуктивной сферы, исследовательно все то, что связано, да, с деторождением, то есть если у вас есть какие-то проблемы с зачатием, ну либо же, да, вы действительно хотите родить ребеночка, то двоечка вам, так сказать, в помощь. А также это год, когда нужно будет пойти, то есть если единичка требует от вас такой активности, да, вот скажем так, ну в хорошем смысле, да, внимание, потянуть на себя немножко одеяло, да, то есть как бы не ждать какой-то помощи извне, там, ну не то, чтобы не считаться с другими, не так, как бы, да, не бояться действовать и не оглядываться на других, как бы, да, то есть даже если они вас будут отговаривать и так далее, то есть не ждите маны небесной. Единичка – это импульс, это действие, действие и еще раз действие, то есть это идеи, которые вы начинаете, да, реализовывать. А двоечка все-таки это компромисс, это партнерство, это необходимость, да, вот слышать и слушать других, то есть не только делать вид, а именно слышать, да, то есть как бы учитывать потребности, чувства, эмоции других людей, то есть не, ну скажем так, да, не жить только для себя любимых. Также, конечно же, как я сказала, беременность, но если с этим проблемы, то, конечно же, вы можете это проработать. Зачастую проблемы с беременностью связаны с плохими взаимоотношениями с мамой, поэтому если есть действительно такая проблема, прорабатывайте ее, иначе я сказала, с этим могут быть проблемы, причем не один год. Также, конечно же, двоечка – это взаимоотношения с женщинами, поэтому, опять же, если есть какие-то проблемы в отношениях с мамой, то с женщинами тоже могут быть проблемы. Ну и также двойка, она отвечает, в принципе, за любого рода партнерство, да, за любого рода партнерства, за вашу женственность, за вашу сексуальность, за ваш вот этот некий такой магнетизм, да, двоечка это наш ресурс, то есть это наша энергия, поэтому если у вас в психоматрице двоечки не хватает, то есть если у вас в психоматрице одна двойка, либо двоек нет вообще, то в этом году немножечко станет полегче, но опять-таки ваша задача эту энергию, да, которая вам даст эта вселенная, все-таки направить в нужное русло, чтобы вы ее снова не растратили впустую, ну и также двоечка это сомнение, это страхи и это проблема выбора, да, и жертвенность, то есть постоянно, знаете, вот такое быть не быть, стоит не стоит, делать не делать, встречаться не встречаться, идти на свидание не идти, изменяет не изменяет, ну знаете, вот эти качели постоянные, то есть двоечка, да, это дает, потому что вы знаете, да, что у нас луна, как полмесяца растущая, полмесяца убывающая, вот оттуда воноги и растут, ну и конечно, да, проблема выбора, то есть он у вас, перед вами будет стоять, ну как проблема, то есть делайте выбор, слушайте свои внутренние ощущения, интуицию, вот именно по двойке, слушайте себя внутренне, то есть свою душу, не слушайте свой разум ограниченный, не слушайте какое-то мнение со стороны, никто не знает лучше, чем вы сами, понимаете. Даже если вы не можете, так сказать, получить этот нормальный полноценный ответ извне, хотя бы просите высшие силы, потому что двоечка – это интуиция, она также напрямую связана с какими-то тайными знаниями, с магией, особенно с магией воды и зеркал, поэтому в принципе вы можете это очень активно использовать. Но опять же, за исключением магии и зеркал, если вы не проходили специализированное обучение, лучше не рискуйте, потому что все то, что в сети есть, это все, ну скажем так, это все небезопасно, чтобы так не пугать никого. Троечка – это Юпитер, да, то есть это креативность, это какой-то нестандартный подход, это легкость, это, знаете, такая непринужденность детская в какой-то степени непосредственность, да, ну скажем так, в хорошем смысле розовые очки, да, это общение, это самовыражение, это какие-то праздники, какая-то веселость, то есть когда вы, собственно говоря, сами радуетесь и другим помогаете в этом. Очень часто троечки способны, склонны к самоедству больше, чем другие, поэтому опять же ваша задача быть вдохновением для других. Троечка – это Юпитер, это планета большой благодетели, которая дает покровительство высокопоставленных людей, которая дает, естественно, вам хорошее настроение, да, легкий такой подход к жизни, к проблемам, к ситуациям, но опять же, если вы позволяете, да, этим вибрациям на вас повлиять вот именно в таком контексте. А также в негативном ключе это дает, конечно, ну, какое-то, знаете, излишество, да, потому что Юпитер – это планета, которая все множит, увеличивает, поэтому если вы негативно думаете, то все негативное будет у вас приумножаться. Если вы там, ну, там опять же, да, там объедаетесь, может быть, там излишнее, да, так сказать, предались вот этому, вот этой лени, апатии, унынию, либо какой-то, знаете, ну, вот такой поверхностности, да, то есть может быть как-то перестали там выполнять какие-то свои там обязательства, то есть это не так, что вы там кому-то должны обязаны, но тем не менее, если у вас есть, там, ребенок, муж, там, и отношения, да, то есть над которыми нужно работать ежедневно, и вы просто, так сказать, ну, да, некрасивая сленг, какой забили на это все, то понятное дело, что с этим будут проблемы, никакая планета благодетия не поможет. Также, к сожалению, троечка дает измены, да, то есть она дает разного рода излишества, и в чем эти излишества будут, либо это много партнеров будет, либо это много праздников, веселья, это всяких там, да, увеселительных мероприятий с алкогольным там каким-то, да, так сказать, по текстам, либо же конкуренция в бизнесе тоже вполне возможно, ну, либо вот эти, да, любовные треугольники и всякого разного рода вот такие какие-то, ну, ситуации такие, знаете, с таким каким-то двойным дном. Но, опять же, это в самом негативном ключе, то есть если вы вообще над собой не работаете, если вы, так сказать, да, только слушаете, только потребители при этом ничего не делаете, ничего не отдаете, тогда, да, вселенная может вас немножечко, так сказать, да, проучить. Если же, в принципе, для вас, то есть вы человек такой серьезный, осознанный, да, то, в принципе, ничего такого не будет. Но еще раз повторюсь, ваша задача быть музой для других, а для того, чтобы ею быть, да, для того, чтобы транслировать вот это счастье позитив, нужно, конечно же, это счастье как бы внутренне ощущать. Если вы внутри такой весь скукоженный, несчастный, да, расстроенный, то, понятное дело, что именно это вы и будете транслировать. Даже если внешне вы будете улыбаться. Также троечка связана напрямую с детками, поэтому, опять же, если ваша деятельность связана с обучением кого-либо, ну, либо же связана с детками, даже если вы чему-то своих детей обучаете, это тоже будет очень даже хорошо, кстати. Ну, и троечка – это еще и финансы, да, партнерство, но в большей степени детки, либо работа в группе, да, то есть вот именно так или иначе, где вы взаимодействуете тоже с большим количеством людей, где вы чему-то кого-то обучаете. Также четверочка, да, следующая, Раху – это теневая планета, которая так же, как вот есть две теневые планеты, да, Раху и Кету. Раху – это четверка, Кету – это семерочка. Обе эти планеты человека мотивируют, постоянно всеми правдами и неправдами, да, толкают на духовный рост. И зачастую, к сожалению, это очень болезненные какие-то непростые ситуации, это порчи, это привороты, это твороты, алкоголизмы, измены, предательства, страшные болезни и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, если четверка, семерка приходит, опять же, не надо себя настраивать, что прям все будет плохо, просто знайте, что если вы будете добровольно развиваться, духовно, да, то есть трансформировать свое сознание, общаться с тонким миром, общаться с высшими силами, да, выходить за вот эти грамки чего-то такого привычного, сухого, бытового, серого, да, приземленного, всем давно известного, то, в принципе, вы сможете это легко преодолеть. Также четверочка в классике, да, в системе Пифагора, это стабильность, это фундаментальность, она связана с недвижимостью, она связана с землей, поэтому, если вы, в принципе, хотите что-то купить, продать, да, вот именно из этого, пожалуйста, так сказать, карты вам в руки, да, также она отвечает за физическое здоровье, за жизненную вашу энергию, но зачастую жизненную энергию и здоровье, которая страдает вследствие психосоматики, поэтому, опять же, четверка может давать какие-то мистические страхи, что-то необъяснимое логикой, ну, например, да, хотя врачи не могут поставить диагноз, видимых каких-то причин появления этой болезни нет, но тем не менее, по факту болезни есть, то есть у вас есть какая-то боль, дискомфорт, что-то такое, да, то есть все врачи смотрят, разводят руками, диагноз поставить не могут, либо болезнь то пропадает, то также появляется, да, из ниоткуда и в никуда, ну, вот как-то вот это вот дает четверка зачастую, поэтому, к сожалению, 2018 год несет опасность раковых заболеваний, и четверочка, надо сказать, дает их тоже, поэтому у кого четверка, пожалуйста, примите все соответствующие меры, также четверка, это физический труд, это тяжелый труд, изнуряющий труд, поэтому, опять же, крайне благоприятно, если вы в этом году потрудитесь, никакой халявы не ждите, все вот эти заманухи бесплатно, да, там на халяву, одна волшебная палочка для решения всех проблем, так сказать, будут для вас в ущерб, пятерочка, это Меркурий, перемены, путешествия, обучение, общение с новыми людьми, общение с разными людьми, то есть разные страны, разные города, разные, скажем, да, мировосприятия, разные религии, там, и так далее, и так далее, и так далее, большие деньги, легкие деньги, надо сказать, да, некие такие, может быть, авантюрные будут предложения поступать, но большие деньги и легкие деньги не говорит о том, что это должен быть какой-то обман, какие-то махинации, какие-то, опять же, да, там халявные деньги, то есть, да, если вы выиграли в лотерею, прекрасно, поблагодарите вселенную, но употребите эти ресурсы, да, на благо, а не так, что там растранжирите налево-направо, опять же, да, на какие-то свои ложные желания, там, типа айфоны, там, да, потому что у всех ваших соседей есть, и вы вроде как боитесь отстать, нет, то есть, именно направьте их куда-то во что-то действительно ценно и важное для вас, также большие деньги, то есть, это может быть, знаете, вот легкие деньги, в том плане, что пятерочка, это коммуникация, это общение, то есть, это горловая чакра, да, это ваша самореализация посредством речи, очень будет успешная деятельность у тех, у кого ораторское какое-то искусство, там спикеры, какие-то консультанты, то есть, там, где вы артист, может быть, там, певец, там, актриса, да, ну, что-нибудь такое, то есть, там, учитель может быть, то есть, там, где вы используете для заработка денег, в том числе, да, для налаживания нужных, полезных вам связей и так далее, для того, чтобы проявить себя в этом мире, для того, чтобы, ну, что-то в этот мир привнести, да, вы используете именно горловую чакру, то есть, через речь, как вы это делаете, то, собственно, да, опять же, очень благополучный для вас период, если вы хотите куда-то переехать, пятерка идеальное время, если вы хотите расстаться, развестись, поменять работу, тоже очень хороший период, вы это сделаете очень легко, то есть, в отличие, например, от других каких-то годов, да, пятерочка, она вам даст некую такую непривязанность, и вы, если с чем-то решили все-таки уже покончить раз и навсегда, покончить, и это с этим достаточно легко, может быть, не так, что прям вообще безболезненно, но не до такой степени тяжело, как это могло бы, например, быть год шестерочки, либо четверочки, ну, и, собственно говоря, обучение, да, то есть, кому-то чего-то обучать, потому что пятерочка в таро-нумерологии, это иерофант, это священник, это батюшка, да, то есть, ну, как бы папа, как его еще называют, то есть, наставник такой, некий для других, поэтому, в принципе, и вы можете кого-то обучать, и вас будут в этой жизни, ну, в смысле, в этом году обучать, да, то есть, так или иначе, это будет проигрываться, то есть, просто обмен информацией, но, опять же, важный такой самый приятный момент, что деньги, по сути, к вам будут приходить просто, да, следующая шестерочка, это Венера, то есть, это год любви, семьи, заботы, красоты, да, недвижимого имущества, поэтому, если кто-то хочет купить машину, смело покупайте в шестерочку, да, ну, кого год шестой, я имею в персональный, также шестерочка отвечает за целительство, но, опять же, да, целительство посредством любви, посредством безусловной любви, принятия, благодарности, прощения и так далее, сострадания, заботы, очень хорошо в этом году, кстати, так же, как и подводчики, особенно, потому что, на самом деле, 2018 год, он несет энергии, вибрации старшего аркана, силы, да, ну, в некоторых колодах это правосудие, но, столь, не столь важно, да, какая из этих карт, потому что, так или иначе, это уравновешивание, понимаете, духовного и материального, ну, и плюс вместе в сумме оно дает двоечку, а двоечка, это, опять же, интуиция, это жизнь, да, то есть, это, скажем так, взаимоотношения с собой, с другими, с социумом, с миром, со вселенной, с высшими силами, через вот это внутреннее чувствование, да, интуитивное понимание, принятие и так далее, прощение, в том числе, заботу какую-то, сродни материнской, ну, и тем более, что год собаки, поэтому я искренне всем вам рекомендую заниматься благотворительностью, помощь бездомным животным, особенно собакам, потому что, когда вы делаете такие вещи, вы, по сути, не просто делаете, да, ну, как бы доброе дело, вы не просто там улучшаете, да, там свою там карму, карму своего рода, своих детей, вы от многих кармических, каких-то даже смертельных опасностей тоже себя уберегаете, поэтому, да, то есть, не только что-то положительное привлекаете, типа, в виде денег, любви и счастья, но еще и чего-то очень страшного, себя можете таким образом освободить, но я уже, конечно, молчу, что это положительно влияет на ваш духовный рост, то есть, на вашу эволюцию, потому что только человек с открытой анахатой способен на это, а если у вас открытая анахата, то у вас, по сути, открыты небеса перед вами, да, то есть, вас высшие силы слышат, потому что мы с ними общаемся только через нашу душу, а не через нашу гордыню, через наше эго. Также этот год можно посвятить ремонту, да, на таком косметическом, то есть, если четверка, это именно покупка строительства дома, да, то шестерочка, это именно создание комфорта и уюта, можно изучать фэн-шу, и можно изучать васту, ну, что-нибудь такое, то есть, то, что позволяет привнести гармонию, так сказать, да, вместо жительства. Кстати, на курсе тоже будут несколько техник, практик, которые позволят вам использовать ваше пространство, опять же, с максимальной пользой во благо для себя, то есть, там я буду давать определенные техники, определенные активации, которые вы сможете сделать постепенно, то есть, мы там будем нейтрализовать энергию болезней в вашем доме, энергию разорения, которые могут привнести не только, надо сказать, болезнь, и потери какие-то финансового характера, ну, честно говоря, смертельную опасность в том числе. И особенно, чем страшно, то, что в этом году, да, эта энергия болезни попадает в сектор Запада, да, то есть, на Западе годовая энергия. Скажем так, есть такое понятие, летящие звезды, так вот, есть летящие звезды годовые, а есть летящие звезды месячные. На курсе я тоже расскажу, собственно, где месячные звезды, то есть, каждый месяц они будут перелетать, да, то есть, по сути, в вашем доме, в вашем офисе будут постоянно два, два, да, дублирующих вот этих энергий, то есть, две энергии болезни, две энергии разорения. И для того, чтобы, естественно, себя не подвергнуть негативным, отрицательным влиянием этих энергий, конечно же, нужно будет сделать определенные действия, определенные практики, очень простые в исполнении, то есть, не нужно там вам будет там продавать квартиру, новую покупать и так далее, то есть, это не, да, это вполне допустимо, это вполне реально для каждого из вас. Ну и, конечно же, амулеты, талисманы, безусловно, куда же бизнес, тем более, что действительно, посредством тех, когда вы делаете это грамотно, по всем тем правилам, о которых я буду рассказывать, вы действительно приобретете сакральные предметы и очень мощные инструменты, а не просто какую-то безделушку, да, под названием там, лягушка, жабка или что-то в этом роде, ну, то есть, да, какие-то вот такие моменты. Значит, это работает мощно вот только тогда, когда опять же вы это делаете по всем правилам, то есть, покупаете с определенным намерением, там, определенный день, там, и так далее, то есть, по всем правилам. И когда вы это все действительно подготавливаете, когда вы придаёте, то есть, каждое свое, да, действие вкладываете определенный смысл, какой смысл, я это тоже рассказываю, естественно, это будет работать вообще мега мощно. А то, что вы просто идете там, ну, по рынку, там, да, там думаете, ой, да не купить бы мне там собачку, там до брелочек но это вот как брелочек и будет просто работать лучшем случае для красоты и далее значит еще по шестерочке крайне благоприятно поработать с родом в том числе с кармой рода особенно если плохие отношения с бабушками с дедушками с детьми с мамой с папой так далее со всеми вашими там братьями сёстрами тетками дядями там да и так далее со всеми вот этими родственничек родственниками своими нужно будет проработать а семерочка это кету как я уже сказала но то есть и в принципе да уже повторили повторяться буду что это обучение это мудрость это передача опыта это поиск вот этой некой духовности да то есть осознанность взаимодействия с тонким миром с высшими силами ну и конечно же трансформация своего сознания да то есть выход за рамки чего-то привычного кстати многие люди которым придет семерочка то могут это воспринимать как некую знаете такую стагнацию застой депрессию так далее на самом деле это не за не застой не депрессия семерка понимаете она дает такой некую внутреннюю потребность абстрагироваться от внешней суеты от вот этого жесткого так сказать бы ну как бы внешнего проявления да вот вот этой суеты беготни постоянно какой-то жажды денег там жажды славы дата семерочка вас немножечко немножечко фокус вашего внимания оборачивает на себя самих на себя истинных то есть на свою душу на свои истинные духовные первостепенные задачи ради которых вы сюда пришли и безусловно на те грани на те таланты на те возможности которые вам даны создателем для того чтобы как раз таки вот эти задачи выполнить поэтому в семерочку конечно крайне неблагоприятно там выходить замуж но разве только если это какая-то там и серии ведической семьи тогда там открывает там бизнес и так далее потому что ну как бы еще раз повторюсь есть вероятность того да что ну во первых просто немножко у вас не те цели это во первых а во вторых как я уже сказала да ну вы даже может просто элементарно не хватить ресурсов именно для материализации если вы хотите что-то материализовать это единичка двоечка шестерочка в принципе четверочка восьмерочка идеально до восьмерка следующий год это сатурн то есть это бизнес это карьера это все что связано с делками с покупками с продажами чего-либо и кого-либо в том числе это стабильные деньги да то есть это деньги которые приходят вам ровно в таком количестве сколько вы сил прикладывать и то есть и пятерки зачастую могут нам давать быстрые деньги легкие деньги по типу того что да ну вы просто с кем-то попили кофе да и просто силу там этого разговора невольно завязалась какая-то какое-то общение до какую-то тему вы поддержали которая опять же да ну скажем так для вас скажем стала выигрышной и вы при этом заработали какие-то деньги но например сидите в этом с какой-то подружка она пришла там какой-то другой своей подружкой и эта подружка вашей подружки да в ходе вашего общения просто за чашечкой кофе узнает что в этом таролок номеролог ну кто-то такой да то есть как бы что можете оказать свою помощь вот и нагрит ой слушай а сколько у вас там консультации стоит можно я к вам приду вы такая раз опять же вроде пошли просто убить время да попить как бы ну просто попить кофе провести хорошо время с подружкой пообщаться там да там обменяться энергии какими-то впечатлениями эмоциями и так далее и тот раз вам вселенная просто опять же такой легонько непринужденной обстановке да дает вам такую возможность заработать то восьмерочка это все-таки вот сколько вложили столько ровно и получили кстати фэн-шуй да вот есть тоже то вот эта летящая звезда восьмерка которая тоже дает стабильные успехи до стабильные вот эти приходы денег финансов там рост вашего благосостояния но опять же по типу сколько вложили столько получили и вот в этом году это восьмерочка попадает на юго-восток годовая поэтому у кого в доме есть юго-восток но только если там не туалет да в принципе этот юго-восток тоже хорошей хорошо было бы как-то облагородить потому что это будет способствовать вашему успеху но не забываем что там бывают месячные звезды до которые могут быть немножко негативными поэтому излишней активность там тоже без фанатизма так сказать если вы не можете профессионально подойти к этому вопросу да какие-то статуэточки поставьте но так сказать чтобы вы там жгли там по 25 часов свечи не стоит девяточка да это марс это такая да кстати по восьмерке забыла сказать это карма да это карма это какие-то может быть вопросы справедливости может быть какие-то вопросы юридической точки зрения могут быть ну то есть какие-то контракты договора и так далее но и карма кстати не только ваша карма вашего рода поэтому опять же тут могут какие-то хвосты так сказать повсплывать девяточка это марс это воинственная такая активная янская да такая яра яра янская энергия проявленная которая до которого какого-то момента вас может вообще просто быть не проявлено спать там где-то внутри у вас там эти бушевая страсти но в какой-то момент до из вас она может просто вырваться если вы конечно не умеете и да не умеете и и обуздывать правильным методом правильным скажем экологичным способом да и так что вы там кому-то там побили избили не знаю там сорвались там на ком-то да там ну как бы конфликт какой-то жуткий там а именно какими-то более такими мирными способами но вообще как бы в принципе этот год для завершения каких-либо проектов для завершения ненужных вам отношений живших себя для завершения каких-то для избавления каких-то сложностей проблем препятствий преград то есть этот год который действительно может вам дать разрешение каких-то очень долго играющих сложности и проблем вашей жизни даже если они там длятся лето в 15 faits девяточку есть все шансы что все таки в этом году это закончится но только если вы себя будете правильно вести а правильное вести это посвятить себя в этом году служению во благо других то есть это не так что вы там ходите до бесплатно на работу нет здесь имеется ввиду Благотворительная деятельность, волонтерская деятельность, может быть какая-то помощь, опять же не обязательно в контексте денег, это может быть просто, если вы там врач-целитель, либо же биоэнергет, либо же эзотерик, нумеролог, вы можете проводить какие-то периодически безоплатные акции, либо же какие-то благотворительные вебинары, средства, от которых вы будете переводить на какую-то помощь, либо же, как вариант, это может быть даже просто помощь вещами, помощь какими-то знаниями, помощь какой-то информации, какими-то ресурсами, которые помогут другим. Зачастую среди девяточек очень много артистов, то есть артистов таких ярких, известных, значимых, которые действительно добились очень серьезного признания, успеха. Также среди них пожарники, полицейские, врачи, пророки, какие-то экстрасенсы, волонтеры, целители, то есть вот что-то такое, то есть когда люди тратят, скажем так, в какой-то степени, может быть, даже посвящают себя полностью, вот именно во благо другим и в какой-то степени, отчасти даже может в какой-то степени жертвуют, ну как бы жертвуют не то, чтобы именно собой, а как бы находятся в некой такой опасности, ну вот допустим, там те же самые полицейские, вы же понимаете, что в обстрелке, в перестрелке они могут пострадать, либо пожарники, которые по сути жертвуют своей жизнью, спасая жизни других, то есть вот это здесь имеется в виду. Это не так, что вы типа там сидите, не хотите там куда-то идти, там работать, вас вынуждают, вам говорят, вы там вынуждены, вы обязаны, вы должны, и вы такие думаете, да, я должен, и встаете, идете, нет, имеется в виду здесь вот именно ваше четкое, явное такое служение во благо, да, несмотря на какие-то опасности, какие-то, ну какие-то вот такие моменты, да, неприятные лично для вас. Но тут такой маленький момент, чем больше вы поможете в этом году другим, тем больше вам помогут высшие силы, поэтому еще раз повторюсь, по девятке могут разрешиться самые страшные, самые такие проблемы, которые вы, я думаю, возможно, уже даже, может быть, многие из вас руки уже опустили и вообще потеряли всякую веру в то, что это вот когда-то закончится в вашей жизни. В моей жизни, когда ко мне пришла девяточка, у меня закончилась многолетняя магическая война, когда я уже действительно просто уже даже перестала об этом просить, потому как, ну, я поняла, что это все, как говорится, да, бесполезно. И тем не менее, именно в девятом году это разрешилось так, как я даже себе представить не могла. Поэтому просите, поверив в ваши, да оно вам будет. Четверка – это раху, семерка – это кету. Ну, вот как-то вот так. Значит, ну и, собственно говоря, ритуал, да, с богиней Лакшми. Что вам понадобится? Значит, вам понадобится стакан воды, лучше, конечно, если это будет стакан талой водички, да, то есть, которая будет очищена от всякого разного рода примесей, каких-то других лишних энергий, да, лишних программ, вибраций, которые эта вода могла в себя брать. Даже если, собственно говоря, это будет, ну, вода с под крана, то она все-таки не должна быть кипяченой. В идеале, конечно, либо с родника, если у вас есть какой-то там поблизости родник, да, и погода позволяет, да, что вода не застыла, ну, либо же, как вариант, талая вода. Просто набираете водичку, ставите ее в холодильник, она застывает, достаете, она растаяла полностью, и вот, собственно, вам талая вода готова. И далее вы зажигаете свечу, свеча может быть либо золотая, либо, может быть, такого ярко, ну, как-то так, знаете, розово-оранжевая, да, либо оранжевая, потому что богиня Лакшми отвечает за удовольствие, не только там за любовь и за деньги, а и, в принципе, за полноту жизни, да, то есть за изобилие, а за это отвечает именно наша чакра с Фадхистана. Поэтому, собственно говоря, то есть она отвечает за красоту, за молодость, за все то, что отвечает с Фадхистана, да, вот она тоже этому покровительствует. В нашем доме богиня Лакшми находится на кухне, поэтому, опять-таки, да, крайне благоприятно эту кухню держать в чистоте, ни в коем случае нельзя выбрасывать пищу в окно, потому что таким образом, да, то есть если вы птичек кормите, да, это одно, но когда вы просто берете мусор с тарелки, выбрасываете за окно, как бы, да, потому что вам там лень там донести это до мусорного, там, сказать так, вашего ведерка, то, естественно, это может, собственно говоря, вот таким вот образом, да, вам повредить. То есть вы, по сути, ну, как бы не то, чтобы унижаете, но проявляете неуважение к богине. То есть вы таким образом через окно отдаете изобилие, процветание свое. Далее, что еще понадобится, ну, свечка, я сказала, изображение желательно богини Лакшми распечатанное, да, поставленное в рамочку, и потом вы читаете вот эту мантру. То есть вы, конечно, можете ее взять просто четко, если у вас есть, можете просто взять на водичку, да, и 108 раз даже хотя бы просто перекладывая спички, там, семечки, у кого что есть, да, просто начитывать эту информацию на эту, ну, эту мантру, на эту водичку. И потом маленькими глоточками эту водичку пьете. Но пьете, опять же, не так, что так, да, там, раз бахнули за раз, там, одним глотком и выпили, нет. Здесь имеется в виду пьете осознанно, постепенно, маленькими глоточками, представляя, как вот эта энергия изобилия, да, энергия плодородия, энергия счастья, радости, энергия удовольствия, которую вам передает богиня Лакшми, с каждой вот этой, с каждым глоточком, да, вас наполняет изнутри, наполняет всю вашу жизнь. Почему мы берем именно воду? Потому что все мы из вас состоим на 70-80% из воды, и поэтому, естественно, когда вы заряжаете воду, ее вовнутрь употребляете, эта водичка, ну, фактически, да, как бы расходится по всему вашему телу, телу по всему вашему организму, и, значит, работает очень мощно и качественно, да, эффективно, причем работает изнутри. Поэтому я рекомендую вам, несмотря на простоту этой техники, две девушки, которые были у меня на одном из предыдущих вебинаров, да, когда был набор на курс с Ганеша, да, я давала похожую технику, и две девушки, которые в чате писали о том, что у них нет денег прийти ко мне на курс, уже на следующий день обе были у меня на этом курсе благополучно, потому что последовали просто моим рекомендациям, и, собственно говоря, вселенная, конечно же, откликнулась и оказала им вот эту вот помощь. Поэтому, собственно говоря, пожалуйста, делайте, используйте во благо для себя. Единственный такой момент, все же я рекомендую эту водичку, ну, крем, конечно, зарядить можно, но все же эта техника конкретно, в большей степени именно для принятия вовнутрь через воду. Можно, конечно, водой этой умываться в том числе, но работать будет сильнее, когда вы будете именно изнутри, да, то есть наполняться ими. И также, конечно, как я уже сказала, в принципе, лучше эту водичку пить именно утром, то есть до пяти, до шести вечера. Вот как-то вот так вот. Если у вас какие-то вопросы по данной технике, если есть, я готова ответить. Если все понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики, и тогда, с вашего позволения, я уже передам маленький микрофон, так как поздно уже достаточно, мы уже с вами, ну, в принципе, как обычно, да, занимались три часа, поэтому кто не услышал, кто, может быть, как-то, да, тяжеловато шла сегодня информация, переслушайте в записи, с каждым разом по мере вашей готовности одна и та же информация будет открываться перед вами, да, в новой какой-то ипостаси. То есть даже те курсы, которые вы проходите, я вам рекомендую периодически их прослушивать, потому что с каждым разом вы будете узнавать что-то для себя новое. Даже если вы знаете, что вы слушали внимательно, даже вы, если там чуть ли не каждое слово конспектировали, это не имеет значения, вам дается все по вашим силам. И если какая-то информация, да, ну, просто вы к ней не готовы, то вы просто краем уха, как бы, да, вы ее услышите, но вы не придадите ей значение. Поэтому периодически такие уроки, такие вебинары переслушивайте. И опять же, не с таким расчетом, да, чтобы там прям целенаправленно узнать что-то новое. Просто включайте, и если вам что-то дано, будет новое, да, ну, как бы, нужно будет узнать, поверьте, вы это узнаете. Даже я, да, несмотря на то, что у меня особо нет на это времени, я периодически, когда выкраивается такая минутка, я стараюсь все-таки пересматривать какие-то свои курсы, семинары, которые я посещаю для того, чтобы, опять же, да, как-то и освежить свои знания, ну, и, естественно, уже под каким-то новым, да, более таким высоким, более качественным углом, да, посмотреть на ту информацию, которая ко мне пришла. Все искренне поздравляю вас с наступившим Новым Годом, с наступающими новогодними очередными праздниками. Ну, и, конечно же, приглашаю вас все-таки на свой курс, потому что еще раз повторюсь, что данный курс сейчас действует с просто невероятной скидкой. В записи полный курс будет стоить 8900, то есть у вас есть уникальная возможность приобрести его с 50% скидкой. Но я вам честно скажу, даже 8900 – это такая малость по сравнению с тем объемом информации, которая есть там и будет еще дальше даваться, что вы просто, когда прослушаете первый урок, вы просто поймете, о чем я говорю. Да, что информации столько, информации в таком количестве и в таком качестве, что, ну, вам не надо будет даже посещать другие какие-то семинары, вебинары на все случаи вашей жизни, на все, что только пожелает ваша душа – и здоровье, и любовь, и отношения, и гармонизация отношений, и очищения, и исцеления, чистка кармы, защиты и так далее, и так далее, и так далее. Много всего интересного, поэтому присоединяйтесь. Все, всем добра и надеюсь, что до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok